Ну, как бы привязка к плюс-минус той же теме, которую мы продолжаем, да, это тема женского здоровья, женской сексуальности, молодости, иногда мы затрагиваем тему отношений, но больше сейчас мы говорим о природе женщины, да, то есть природа женщины, ее активация, коды красоты, здоровья, молодости, гормональный фон и так далее. В прошлый раз у нас был очень такой интенсивный, насыщенный, глубокий эфир, где мы разбирали два-три понятия, это женственность, сексуальность и природа женщины. И этот эфир я проводила для того, чтобы убрать попсовость, то есть всю эту попсу, всю шелуху, которую сейчас понавешивали на эти слова, разные тренинги, книги и так далее. То есть мы, как говорится, распечатывали глубину, возвращали изначально исконное понятие этих слов, да, и было очень у нас, по моему мнению, насыщенно и глубоко. Поэтому эфиров на эту тему у нас прошло, знаете, две или три недели, достаточно много. Для тех, кто у нас новенький, а есть ли новенькие, напишите мне, пожалуйста, кто в первый раз, и чтобы я понимала, как мы тут приумножаемся. Вот, то есть кто не смотрел предыдущие, уже не помню сколько, пять их было или шесть эфиров, они сохранены на странице в Фейсбуке, Международный клуб совершенства жизни, и они сохранены в Ютуб, на Ютуб канале, одноименном названии, да, то же самое. Вот, и вы там можете их пересмотреть. Они, правда, очень полезные, очень насыщенные. Я считаю, что, ну, если вас интересует эта тема, интересует тема моей подачи, тогда вам нужно, стоило бы их пересмотреть. Поэтому посмотрите, пожалуйста, опять же, напоминаю, была тема полностью всего здоровья и мужчины, и женщины, и взаимосвязь органов и сфер жизни, а также первопричин наших всех болезней, сбоев и так далее. Была тема гинекологии, осознанного менструирования, женских заболеваний, была тема лунного питания и женского цикла, да, и была тема, опять же, ответы на вопросы очень интенсивная, и вот последняя тема – это сексуальная, женственная, женская природа, попса и реальность, да, вот так вот у нас это было. Это я уже перефразировала. Вот, и сегодня опять нужно это все подытожить, то есть снова формат, вы о нем просили, вам им понравился. Это формат ответы на вопросы, то есть когда конкретно нет темы, когда конкретно я не готовлю никакой информации для вас, но она приходит в потоке, в потоке ответов на ваши вопросы. Есть общие ответы, которые касаются всех, есть ответы, которые, как бы настраиваясь на вас, приходят конкретно под ваш вопрос, так как я работаю и в прямых эфирах, и в других процессах. В потоке и в видении вашей души, иногда ответы приходят конкретно под вас. Ну и они касаются, и отвечая на вопрос одного человека, получают инсайты и ответы все остальные, очень многие, у кого схожие созвучные ситуации. Так, еще раз, кто присоединился, добрый вечер, напоминаю еще раз, что я вижу комментарии только на странице Международный клуб совершен за жизни. Говорят, слышно хорошо, Оля пишет, слышно плохо. Оль, может быть, это что-то у вас там подкорректировать нужно? А, мы вместе с моей мамой у вас на битоксе, супер, очень классно. С мамой вместе, это же какая поддержка друг друга, это же какая связь, это классно, очень рада. Так, хорошо, Кишинев. Всем, 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 еще раз здравствуйте. Так, настрой в мене якийсь серьезный, это как? Але внутрішний трепет, якость трохи внутрішня встряска. Яночка, это ты касательно ожидания эфира. Ну что, любимая, поехали. Итак, наша тема, да, как бы ответы на вопросы. В контексте все-таки ближе хотелось бы говорить сегодня, ну, если у нас здесь есть мужчины, то, естественно, я приветствую это очень сильно, и я буду отвечать на вопросы мужчины, вот, на вопросы мужчин. В серьезном русле, да. Привет, привет. Вот, но больше, как всегда, у нас преобладает активность женщин, поэтому темы подаются в последнее время более женские. И опять-таки, да, что мы будем сейчас делать, пока вы пишете, что мы будем сейчас делать? Мы не будем это делать в виде интервью, да, типа, вот, вы мне задали вопрос, я вам ответила интервью. Если вы хотите получить полный ответ, да, касательно вас, то тогда я буду задавать еще уточняющие вопросы, для того, чтобы случился не просто ответ на уровне информации, а случился инсайт. В чем разница между инсайтом, осознанием и пониманием просто информации? Получение просто информации – это просто хлам для мозга, который вы знаете, но совершенно в жизнь не воплощаете. Я думаю, что здесь сидят многие люди и очень много продвинутых уже тех, кто много чего знает, умеет и так далее, но почему-то все это не воплощается или воплощается только какая-то малая часть. Соответственно, почему? Потому что это работает по принципу холодильника, который вы затарили едой, он открыт, он затарен едой, вы туда все загрузили в этот холодильник и со стороны на него смотрите, продолжая оставаться голодными. Вот приблизительно так работает информация, которую вы получаете. Инсайт, осознание – это не просто информация, загрузка в мозг, это проживание того, что вы осознаете, и оно распечатывается и становится частью вас, и тогда вы начинаете его интегрировать в жизнь, то есть что-то менять, что-то по-другому чувствовать, что-то по-другому делать, по-другому смотреть на вещи. То есть инсайт, осознание, оно более глубже, а чтобы оно случилось, мне нужно то, что я вижу, с помощью вопросов, уточняющих специальных, которые я выбираю, задать вам так и довести вас до того, чтобы то, что я вижу, например, внутри вас, оно поднялось и пришло к вам в осознание. Вот, поэтому постараемся приблизительно вот сейчас вот так вот. Виктория, как поддерживать состояние наполненности? Вот, и тут как бы есть уточняющий вопрос. Наполненности какой? Наполненности чем? То есть наполненность, она же бывает физическая, эмоциональная, энергетическая. То есть, Вик, что имеется в виду? Поддерживать состояние наполненности. Сначала, пока ты пишешь уточнение, да, еще раз, что я хочу сказать. Вы, конечно, мне можете сразу же в своих вопросах писать, ссылку такую ставить со словом «вы». То есть, если вы хотите, чтобы я к вам обращалась на «вы», я очень ценю и уважаю это желание. Но мне нужно знать, потому что вообще во всех моих мероприятиях я как бы оглашаю такое правило, предложение о том, что мы все на «ты». Вы ко мне на «ты», я к вам на «ты», потому что на уровне души нет ни статуса, ни социального статуса, да, ни возраста, ни какой-то разницы между нами. Соответственно, так как я общаюсь с душой, мне «вы» звучит очень дико и смешно. Соответственно, если вы против, вы пишете, а я как бы… Если не пишете, значит, туда вращаться на «ты». Состояние, как поддерживать состояние наполненности. То есть, пока ты пишешь уточнение, что ты конкретно имеешь в виду, могу сказать, что для начала нужно понять свои пути и потери этой наполненности. Да, то есть, поддерживать, это значит, что для начала нужно определить способы, которыми ты наполняешься и способы, которыми, пути, которыми ты теряешь энергию, если ты проэнергию. Сейчас я посмотрю, может быть, уже есть. Да, эмоциональной наполненности и энергетической. Ну вот, да, то есть, традиционно есть разные способы, ну, общие, скажем так, да, способы наполненности, если мы говорим про сексуальную энергию, про энергию, про эмоции и так далее. Конечно же, это физическое, в первую очередь, это физическое состояние наше, которое поддерживается через природу, то есть, через тело. А значит, тело должно периодически чиститься от токсинов, от паразитов должны, причем чистится не только кишечник, многие делают очистку исключительно кишечника. Сейчас о физике говорим. Я хочу сделать сразу сноску для тех, кто, может быть, впервые или там недавно с нами, о том, что когда я говорю о любом процессе, о трансформации, исцелении, наполнении и так далее, то работаем мы и обращаем внимание на три составляющие. Это физическое тело, органы, болезни и так далее, и состояние. Это энергетическое наполненность, да, это то, как у нас работают стихии внутри, энергия. И это эмоции, чувства, эмоции и ментал, то есть, мысли и чувства, то есть, дух, душа, тело, да. Если не заходить сразу же с трех сторон, то ничего долгого или глубокого результата никакого не будет. Поэтому всегда должен быть комплекс. И когда я работаю с людьми, я работаю в комплексе. Поэтому одно из состояний наполненности и, как бы, избежание, да, избегание утечки энергии – это физиологическое, физическое состояние тела. Очень много уходит энергии любой, ну, то есть, она, в принципе, одна, да, то есть, просто на разных уровнях энергия имеет разные качества. На нижних центрах она сексуальная, на высших центрах – это энергия активности, жизненных сил, достижений, целеустремленности и так далее. И еще на высших – это энергия любви, еще на высших – это энергия творчества и проявления себя в мире. И еще на высших – это божественная, духовная энергия и так далее. А, как бы, она одна, да, но ее, в зависимости от уровня, куда она поднимается, где наполняется, она приобретает разные качества, разные вибрации. И, естественно, что, когда в теле очень много засоренностей, сейчас говорю только про физическую, да, остальное еще дойду, на токсины, на борьбу с токсинами, на их переваривание, да, на поддержку органов, на поддержку, на борьбу, там, на кстание паразитов внутри нас и так далее, уходит огромное количество, пережигается огромное количество энергии. И чем, в то же время, чем более запечатано тело физически, сначала физически, разными физическими, да, токсинами, паразитами, блоками физическими, тем больше, тем меньше энергии мы можем копить, приобретать. Мало того, что она пережигается не туда, тем меньше мы еще ее и накапливаем, да, потому что тело забито, запечатано. То есть мы даже не можем, естественно, чувствовать ее поток, ее движение, она, естественным образом, не может направляться. То есть первое – это очистка. Дальше, если мы говорим про женщину, это состояние почек. Почки – это первопричина сексуальности и первой сексуальной энергии. Что это такое, и то, что это не имеет, это слово сексуальность, не имеет общего отношения к сексу, мы говорили на прошлом эфире, да. Сексуальная энергия – это от слова sex, пол, в переводе с английского пол, половая принадлежность, женщина, мужчина, в каких я нахожусь энергиях, да, так моя сексуальность и проявляется, либо сексуальность женская, либо мужская сексуальность называется харизма, да, либо харизма мужская. Харизматичных женщин очень много, и, ну, я бы смотрела еще, как реагировать, когда, например, говорят с тобой комплименты. Хотя человек может поговорить по незнанию. И почки – это вода. Мы знаем, мы слышали, что сексуальная энергия женщины, ее энергия, эмоциональное состояние – это стихия вода. Стихия вода – это луна, стихия вода – это наша лимфатическая система, и стихия вода – это почки. А, соответственно, от состояния почек зависит и наша сексуальность, и, самое главное, гинекология, ее здоровье или сбои гинекологии нашей. Вот, а для почек очень важно, опять-таки, вода, питание, очистка, там тоже есть и токсины, и паразиты. Вот, и для почек важно отдых, сон. То есть для женщины отдых и сон являются достаточно важными. Почки перевосстанавливаются с полдесятого вечера до двенадцати, до полдвенадцатого ночи. Дальше почки не перевосстанавливаются. То есть по возможности, если есть такая возможность, то засыпать нужно стараться именно в это время. Скажу вам честно, у меня это получается достаточно нечасто. Вот, поэтому приходится усиливать это разными практиками, гимнастиками, дыханиями, массажами и так далее. Но если есть такая возможность, то это важно. Именно в это время почки омолаживаются, перевосстанавливаются. Дальше они уже не засыпают, а значит, работают на износ. А значит, наша и сексуальная энергия, и наша физическая система, наша гинекология работает на износ. Я надеюсь, что я сейчас понятно объясняю. Дальше. Если мы говорим о следующий уровень, помимо физики, это уровень эмоций, чувств, эмоций, мыслей, то там мы и наполняемся, и теряем зависимости от того, что мы делаем со своими эмоциями. И не думайте, что женщина должна испытывать, мы в прошлый раз об этом говорили, только радость, только счастье или только наслаждение. Женщина, истинность, сексуальность и женство, то есть в чем это заключается? В проживании эмоций и чувств. То есть не в разделении их на позитивные и негативные, а в проживании эмоций и чувств любых. То есть задача в том, чтобы не терять энергию, не блокировать ее. А блокируется энергия тогда, когда женщина блокирует проживание своих чувств любых. Радость, печаль, гнев, злость, обида, любовь, наслаждение. То есть мы неосознанно, это даже не осознается. Сейчас многие могут сказать, какой дурак блокирует наслаждение или радость? Поверьте, огромный процент блокирует наслаждение, радость. То есть у многих людей есть внутренний бессознательный запрет на радость. Это проявляется на нашей поджелудочной железе, это проявляется на нашей щитовидной железе, это, естественно, многие все блоки у нас проявляются в спазме нашей вагины, в матке, в спазме и так далее. Много блоков эмоциональных проявляется в проблемах с грудью, болезненная грудь во время месячных, перед месячными – это не норма. Месячные, то есть женский цикл, важно понимать, что это не болезнь. Соответственно, болей нигде во время этого, этих дней быть не должно, никаких, потому что это не болезнь. Крыть эмоционально может в зависимости от того, как вы прожили месяц. То есть во время месячных распечатывается матка, а значит распечатываются все вами непрожитые эмоции и чувства. И там тоже вы их либо можете блокировать, тем самым еще больше блокировать матку и засорять, либо проживать, выпускать, и во время месячных это очищается намного быстрее и намного сильнее, потому что месячные – это магия, женская способность к исцелению и очистке. Соответственно, чем больше у тебя подавлено эмоций, чем больше у тебя непризнанных частей себя, то есть есть, как мы делаем, вот такую себя я признаю, я позволяю себе быть такой, я себя такую показываю там близким, родным, мужчине, в отношениях, а вот такую себя я не признаю, осуждаю, стыжусь или боюсь. И, соответственно, эти части, у нас очень много непризнанных частей, мы не всю себя принимаем тотально. Соответственно, вот те части из себя, чем больше у тебя непризнанных частей, то есть темная сторона, которую ты не знаешь или не принимаешь или прячешь, темная сторона – это не от слова «плохая», это от слова «скрытая», «спрятанная» или «неосознанная», «непризнанная». И, соответственно, чем больше у тебя таких частей, таких твоих чувств, проявлений, тем больше туда уходит энергии, сколько нужно, как вы думаете, ресурса для того, чтобы это контролировать и подавлять. Вот туда уходит вся наша и энергия жизни, и сексуальная энергия, потому что, опять же говорю, она одна. Соответственно, будет она теряться. Плюс, чем больше в теле эмоциональных блоков, тем больше они создают физические блоки, и мы не можем копить энергию. Копить энергию женщина может в расслабленном теле, причем в расслабленном не тогда, когда ты на массаже, потому что там не происходит расслабленность, там происходит ложная расслабленность. Когда тебе хорошо, и тебе кажется, что ты расслаблена на море, на массаже, в сексе – это ложная расслабленность, потому что настоящая истинная расслабленность, она глубинная, она эмоциональная, и она физическая, она очень на глубинном уровне. И тогда женщина становится, работает как аккумулятор, как магнит даже. Она тянет, тянет. Вспоминайте, кто был на прошлом эфире. Женская матка, то, куда копится энергия, она, шейка матки имеет заряд минус. Если представить батарейку, то одна сторона минус, другая сторона плюс. Вот плюс – это мужская энергия. Минус – это работа женской матки. То есть стягивать, напитывать, магнитом затягивать энергию из пространства, энергию из каких-то творчества, из действий, из еды, из секса. Ну, то есть отовсюду. Но чем больше в теле напряжения, контроля блоков подавленных, эмоциональных, потом они становятся физическими блоками в теле. А эти физические блоки в теле со временем становятся болезнями, уплотнениями, опухолями, миомами, полипами, узлами, ну, чем угодно. Да. Соответственно, конечно же, туда энергия не придет. А большое напряжение, чем больше у тебя напряжения, представьте себе, сколько, если я очень сильно сожму кулак и буду его так долго держать, сколько я сейчас затрачиваю энергии. Вот сколько сейчас на это усилие у меня пережигается энергия. Если я его расслаблю, сколько сейчас у меня будет пережигаться энергии. Дальше. Насколько течет вот энергия в таком усилии и насколько течет энергия вот в таком расслабленном состоянии. Сколько вот здесь я могу прочувствовать экстаза, нежности и наслаждения, кроме боли такой и занемения, не имеет, кстати, со временем. И сколько я могу всего прочувствовать, когда я полностью расслаблена. Сколько я могу дать нежности своему партнеру кулаком напряженным, наслаждением и так далее. И сколько я могу дать нежности своему партнеру нежной, расслабленной ручкой. То есть вот так же и в нашем теле, так же и в вагине, которая спазмит чаще всего, так же и в матке. И третий этап накопления потери энергии – это непосредственная энергетическая составляющая, когда мы, женщина, берет энергию в чистом виде от взаимодействия с природой, со стихиями. А также, когда у нее укреплены мышцы тазового дна, они работают как аккумулятор, а также как ваза с дном. Если мышцы укреплены, подчеркиваю, не спазмированы. То, что ваша вагина спазмирована, не значит, что она сильная и укрепленная. То есть она должна быть расслаблена тотально, но укреплена. Мышцы укрепленные, да, то есть прокаченные, но не спазмированы. Это разные вещи. Если вагина расслабленная, она расслабляется после родов, с возрастом, диеты, стрессы, сидящий образ жизни. И, в принципе, она расслаблена, потому что мы не рождаемся с прокаченным прессом, бицепсами, трицепсами. Да, то есть тогда у нас работает наша промежность как ваза без дна. И сколько ты туда энергии не вливаешь, она будет теряться. Для этого ей нужно дно, то есть сильные укрепленные мышцы, но не спазмированы. В этом спазме очень много энергии уходит, теряется, пережигается. Самые простые способы разрядки для женщины – это сон, секс, еда, отдых, специальные дыхательные практики, смех, слезы. То есть вот эти моменты, которые у женщины должны быть для перезагрузки. И плюс к этому – все, что доставляет нам наслаждение. Это очень сильная подпитка, чтобы чувствовать себя наполненным. Это если вкратце. Я надеюсь, что я ответила, если вкратце. Эмоции любые нужно проживать. У меня очень часто проблемы с лицом. Демодекоз. Ага, стрептодермия. У меня уже руки опускаются. Это мешает мне входить в новые отношения. Кажусь недостойной их. Юль, ну, понимаешь, в таких, вот именно в таких случаях, да, все, что связано там с воспалительными процессами в нашем теле, с какими-то там подкожными клещами, с разными там везде в нашем теле, грибковыми или инфекционными заболеваниями и так далее, вот все, что связано с вот этим, да. Это на физике, это всегда, в первую очередь, очистка. Очистка от паразитов и очистка печени легких. Ну, кишечника, само собой, это первое, что чистится. Это первое. И оно со временем должно дать свои результаты. Но второй момент – это первопричина. И вот сейчас сядь тихонечко, ровненько, и первое, первую долю секунды, первое слово или несколько слов, которые тебе сейчас придут в ответ. Что для тебя лицо? Что для тебя твое лицо? Ответ через секунду неправильный. Ответ через секунду из мозгов. Первое, что пришло, может быть образ, картинка или чувство, или слово, или несколько слов. Вот напиши, а дальше продолжим. Танюш, то же самое. Садимся, расслабляемся. А дальше буду потом продолжать. Надо ваши просто выуживать причины. Не могу забеременеть 10 лет. Физика, понятно, там могут и врачи грестить и так далее. Но я считаю, что гинекологию нужно чистить. В твоем случае чистка должна быть… Вот услышь меня, хочешь, приходи к нам. Сейчас у нас идет курс детокс. В него можно детокс жизни, именно жизни. То есть детокс эмоций, детокс детских травм, детокс тела, всех органов и ментала. Хочешь, приходи к нам в курс. Ссылки есть вот здесь вот в шапке профиля и в над видео. Но, хочешь, пробуй сама. Смотри по себе. Но, начни чистить печень. Печень. За овуляцию, качество, силу овуляции у женщины отвечает печень. То есть, например, на курсе по детоксу мы чистим 5 этапов. Сначала кишечник толстый, только потом почки, только потом печень, только потом желчную, селезенку и желудок, потом поджелудочную, только потом легкие, и потом кровь, лимфа и так далее. И гинекология очищается самостоятельно. Вот. Но, в первую очередь, тебе, я думаю, нужно обратить внимание, если физику мы берем на печень, дальше нужно смотреть, естественно же, гормональный фон, но надо же поработать с первопричиной, когда многое чего может измениться. И вот теперь первое, что приходит, расслабься. Первое, что приходит. Два вопроса. Что для тебя беременность? Что для тебя быть беременной? Без правильных вот этих красивых цветочков, которые, конечно же, твоя голова тебе сейчас скажет, это же так прекрасно, я же этого так хочу. Нет. Это говорит ум. Если это не наступает, значит, внутри тебя есть какой-то страх или сопротивление. Уму кажется, что ты хочешь, но есть что-то, что отпугивает приход души в тебя. Внутри тебя. Оно глубоко, оно неосознанно. Ты не знаешь этот ответ, поэтому нужно почувствовать. Что для тебя беременность? Раз. Второй вопрос. Что такое быть мамой для тебя? И какая ты мать, по твоим чувствам? Вот пишем. На переваривание токсинов, что имеется в виду под токсинами? Ой. Ты разная. Все яды, которые мы употребляем вместе с пищей и с напитками. То есть все химические вещества, которые есть в еде, например, которую мы едим, если мы про физические токсины. Жиры, которые откладываются в прослойках, какой пленочкой обкладывают наши органы, образовывая между собой склейку органов жировые, такие прослойки между органами. Жировые прослойки в теле. Токсины, которые из еды осаждаются у нас в клетках и в межклеточном пространстве. Токсины, которые для нас являются токсинами, все то, что не подходит из еды для нашего организма. Значит, оно не переваривается, значит, оно гниет или откладывается. То есть даже здоровая пища может просто для твоего организма не подходить. Ну, некоторое, да. То есть что-то у нас не всем, например, полезно, не знаю там, не всем полезны яблоки, не всем полезна спирулина, хотя вообще это же мега полезно. Например, когда я давала обследование, я себя обследовала по ДНК на продукты питания, мне было интересно. Так вот ужас, я всегда питалась, делала себе там фреши, смузи разные там со спирулиной. И, оказывается, она у меня не усваивается, а значит, она для меня становится токсином. Там не усваиваются там помидоры, например, виноград и так далее. То есть они у меня вызывают отягощение, они не перевариваются, они гниют. А когда они гниют, они вырабатывают, ну, это токсично для моего организма. То есть можно там обследовать себя в таком порядке, можно чувствовать, что хочется твоему организму. То есть токсины – это разные вещи. Не обязательно это, например, только Кока-Кола. В какое время засыпать? С полдесятого до где-то до одиннадцати тридцати, это лучше всего. Потом почки уже не засыпают. Я прошла уже два модуля осознанного пути, повторяется ли информация в двухдневном тренинге. Ирина, какая-то да, какая-то нет. То есть сейчас навскидку так могу сказать, что вот в этом интенсиве, да, то есть сейчас объясню, что спрашивают, да, Ирина. То есть у нас сейчас стартовал курс четырехмесячный, самая такая мощная моя программа, которую я собирала много лет – Woman Life Detox. То есть это детокс жизни. Включая себя, мы там работаем на всех уровнях. На уровне очистки, исцеления тела, массажи, гормональные массажи, массажи груди, массажи лица, массажи почек, массажи гормональных желез, желез, гимнастики, здравицы. Плюс это эмоциональная работа со всеми блоками, травмами, которые поднимаются. Да, плюс это бытовая женская магия, которая дает женщине силы исцелять и защищать свою семью, своих близких. Плюс это древние рецепты, плюс это осознанное менструирование и много-много-много за четыре месяца. Для тех, кто по какой-то причине не может и не хочет пойти на четыре месяца настоящую глубинную трансформацию, как бы именно по здоровью и энергии сексуальности, мы сделали двухдневный интенсив 21-22 мая, то есть уже в четверг, да, уже в четверг начинается, два вечера, только интенсив по женскому здоровью и сексуальности. И там у нас будет, что, чего нет в курсе в осознанной женщине. Это очистка кишечника обязательно будет, я буду давать рецепты и антипаразитарные программы, и почек, это то, что влияет на гинекологию, на циститы, на грибки, на гормональный фон. Это будет питание женское, лунное питание, женский цикл и луна в контексте питания, чаев, травы, сборы, рецепты, это то, чего не было. Это будут определенные древнеславянские ритуалы на исцеление и защиту себя и своего рода, которых не было в курсе в пути осознанной женщины и не будет, ну, это другая тема немножко, вот, что будет повторяться? Женская гигиена будет повторяться и диарморинг матки будет повторяться, потому что я его даю много где, потому что распечатка матки от травм, блоков и заморозки должна быть в первую очередь. Ну, это так, на всхитку из того, что я сейчас помню, что я запланировала. Поэтому, скажем так, что-то да, что-то нет. Есть те вещи, просто без которых другой процесс невозможен. Одной из таких вещей является гигиена и специальная женская, которая должна была передаваться женщине, девочке, в момент, когда начинались первые месячные, она должна была уже вводить эту гигиену. Если бы она ее вводила, то у нее бы никогда не было таких процессов, как суститы, молочницы там и так далее. Разные инфекционные, грибковые заболевания. Это должно быть. Точно так же, как если бы у нас была распечатана матка, то все бы женщины были оргазмичны, чувствительны, наполнены в соединении с собой, со своей природой. Поэтому я это даю много где. Как подольше сохранить уровень эстрогенов и оттянуть наступление климакса? Вот, Наташ, точно так же, как я отвечала на вопрос, почти похожий. Как поддерживать наполненность? Вот в этих трех комплексах. Это в первую очередь. Дальше. Это гормональные массажи должны быть. Это должна быть работа с интимными мышцами. Это то, что гормональные массажи плюс интимные мышцы, плюс гормональные чаи. То, чем мы женщинам возвращаем, даже уже если начался климакс, но еще недолго. Или когда он только начинается, то мы его даже отодвигаем. То есть климакс – это и эстроген. Эстроген – это гормон женской сексуальности. Это стихия вода. Когда женщина не принимает свою сексуальность, когда она ее подавляет, боится, запечатывает, опять же, это неосознанно. Вы не можете это там четко знать. Это работает на уровне травм психологических, на уровне тела и так далее. Это все влияет на работу ее яичников и на ее гормональный фон. Когда же женщина… То есть запомните один такой момент, о котором всегда говорю. Женский менструальный цикл должен быть подстроен под ритмы Луны. То есть или на полнолуние, или после него на убывающую Луну у женщины должны начинаться месячные. То есть менструировать женщина должна на убывающую Луну или же, в крайнем случае, на полнолуние. На растущую Луну, когда вся Земля копит силы, когда моря и океаны копят энергию, когда Луна копит энергию, женщина тоже должна копить энергию. Луна – это первый залог ее молодости и силы эстрогена. Луна – это эстроген, Луна – это стихия вода. Лунные практики, взаимосвязь с Луной, сонастройка матки с Луной должна быть обязательно. Берите там, не знаю, у нас есть в свободном доступе, по-моему, стоимость даже там вообще минимальная, символическая, там 600 гривен или что-то такое. Есть практики на полнолуние, с записью занятия «Мистерия полнолуния», где я рассказываю, что должна женщина делать на полнолунии. Там просто достаточно долго это все описывается. И там же мы это делаем. То есть это подстройка, соединение со стихиями. Чаще всего самый сильный способ мы это делаем через, соединяемся со стихиями, самый прямой быстрый способ через месячные, когда мы делаем определенные ритуалы. Я не знаю, Наташа, ты где-то проходишь какой-то курс у меня или нет? Если проходишь, тогда включай это, если ты женские какие-то курсы проходишь у меня. Питание, лунное питание обязательно. Есть эфир, свободный, бесплатный эфир в записи. Лунное питание и женские циклы. То есть матка-яичники должны быть распечатаны. Яичники должны постоянно быть включены. Включает яичники и матку. Вот такой, смотрите, такой вам вопрос. Давайте логически попробуем подумать и представить. Матка – это мышечная структура. То есть матка, ее сила и молодость – это мышцы. Если это мышечная структура, то мышцы должны быть укреплены. Я сейчас не про вагину, я про матку. То есть матка – это мышцы. Понимаем? Представляем? Если это мышцы, то они должны быть укреплены. Понятно, для того, чтобы прокачать вагину, есть масса способов. Тренажеры, яички, сжатие, разжатие и так далее. Как же прокачать матку, если она где-то там, глубоко? Есть какие-то варианты? А, Наташ, ты пишешь «Я на детоксе». Да, не переживай. Тогда перестроимся. Если будешь все делать, то продлим. Если все будешь делать. Ирочка, скажи мне, пожалуйста, пока… Вы пишите, как вы думаете тогда? Как же качать мышцы матки? Если это мышцы, то они должны быть всегда укреплены. Что ты имеешь в виду, дорогая? А на мистерии те же правила, что и на Бали давала ты. Ты про какие? Ты что имеешь в виду? На мистерии стихий, я так понимаю. А, на мистерии полнолуния. Ну да. Ну, наверное. Ты думаешь, я помню, что я там в потоке давала? Я думаю, что да. Гимнастика специальная. Ну да, теоретически. Но только как же ее, эту там, матку достать? Так, узнать, какая… Сейчас потеряла. Знать, какая мышечная фаста и качать через взаимосвязь. Ну, теоретически, да. Да. Итак. Можно… Оргазм. Оргазм, да. Да. Самый естественный, природный способ, который Боженька дал женщине, для того, чтобы постоянно поддерживать яичники в активной фазе, для того, чтобы постоянно укреплять, омолаживать и поддерживать в силе и здоровье матку – это оргазм. Почему? Потому… Причем не клиторальный, а внутренний, да, вагинальный. Я знаю, я знаю, что сейчас многие начнут говорить, что это все фигня, и он существует только один и так далее. Если вам так легче себя успокаивать, вы можете так думать. Вот. Но я, как говорится, как практик, и тот, кто практикует сам, и тот, кто практикует с тысячами женщин, знаем, что у нас их 13 видов пока мы вывелим. И они разные, и они по-разному проживаются, они по-разному чувствуются, разные места стимулируются, разная интенсивность, разная длительность, разные эффекты и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому медицинские, да, это так все медики говорят, ну, если так проще для самоспокоения, то, в принципе, можно так и считать. Я лично с этим не соглашусь никогда, потому что медицина, она книжки читает, а практики есть практики. Вот. И поэтому внутреннее, да, когда матка распечатана, когда чувствительность повышена, вот эти оргазмы, если там чувствовали, может быть, когда-то, они внутри сжимаются все, то есть внутри матка пульсирует, происходит такое ее спазмирование, пульсирование. И это такая и самый естественный, самый такой настоящий природный способ поддерживать силу матки и яичников. И это должно быть у женщины, которая хочет продлить свою молодость, которая хочет раскрывать и усиливать свои глубины, своей сексуальности. Это должно быть у женщины всегда и регулярно, независимо от того, есть у нее партнер или нет у нее партнера. И это очень важный момент, потому что вот так мы стареем. Дальше. Для того, чтобы продлить наступление, отодвинуть наступление климата и продлить свою молодость, ни в коем случае нельзя употреблять никаких гормональных препаратов, потому что гормональные препараты выключают яичники, а все, что выключено в нашем организме, не задействовано, оно стареет и атрофируется. И это уже восстановить почти нереально. На какой? По оргазму? Это, да, что могу сказать. В живую, этот самый глубокий тренинг, он происходит только в живую 3 дня. 3 полноценных дня по 12 часов. Не часто, может раз в полгода где-то, не знаю, только в живую, потому что там нужно, чтобы было определенное пространство, моя энергия, моя поддержка, и я там с вами работаю. Но для домашнего использования у нас есть продажи, запись марафона «Мое оргазмичное тело». Там хороший старт для этого. Весцеральный массаж тоже хорошо, да. Ну нет, ну как сказать, саму матку, саму мышцы, дыхание, это немножко не то. Гормональные массажи есть разные. Гормональные массажи есть разные. То есть есть физические, есть энергетические, и которые задействуют стопы, надпочечники. Я скоро хочу, у меня в планах, я хочу записать открытый доступ, да, в видеоуроки, которые когда-то у нас были в марафоне, но я их немножко хочу переделать и записать. У нас был марафон когда-то по красному шатру. Сейчас мы планируем открывать клуб «Красный шатер». Вот, и там я рассказывала сакральную архитектуру, сакральное строение женщины. То есть насколько мы зеркальны, что, как отвечает за что в нашем теле. Я там это все очень раскладывала, где у нас какая, где у нас какой грааль, где женщина и как наполняется. То есть я скоро, я это уже давала в марафонах, но я скоро хочу записать на эту тему видеоуроки. Видеоуроки, пожалуйста, как только увидите, что они в доступе, подписывайтесь на них и получайте их. Вот, но там, то есть мы задействуем и сами гормональные железы, и сами гормональные органы, да, через дыхание, через специальное дыхание с подключкой пульса, через массажи руками и так далее. И сами железы гормональные, а также те участки, которые есть, содержат их точки на себе. Например, еще один у нас вам вопрос. Как думаете, то есть нам, мы зеркальны, женщина зеркальна, и мы об этом много говорили. Как думаете, на что похожи по форме, посмотрите, на что похожи по форме стопы? На какой орган? Если гормоны пляшут, как их сбалансировать? Ну вот, всеми способами, о которых я говорила. Во-первых, гормоны – это каждая стихия. Прогестерон – это стихия земля, тестостерон – это стихия огонь, эстроген – это стихия вода, там, окситоцин, эндорфин и так далее, эти все наши состояния эмоциональные тоже. Это воздух, да. фенилотиламин – это там стихия каши, пространство. То есть, это я перечисляю как пример. И получается, что балансировать их нужно через баланс этих стихий, то есть через взаимодействие с этими стихиями, через практики этих стихий, через реально живое взаимодействие на природе с этими стихиями, через взаимодействие с Луной. Плюс, каждый из этих гормонов равно, соответствует определенной стихии, а каждая стихия вызывает у нас разные эмоции. То есть, балансировка, разбалансировка гормонального фона – это еще и разбалансировка психического, психологического, эмоционального состояния. Да, и тогда можно заходить через эмоции, через проживание этих эмоций, через распечатку этих эмоций, доставать их, проживать, принимать. То есть, распечатывать тело. Самый быстрый способ любой психотерапии, самый быстрый способ – это диарморинг. То есть, распечатка тела. Некоторые вещи, по-моему, по своей методике, по методике, которую я собирала везде и так далее, по самому диарморингу. Так как я всех не могу сделать всем это индивидуально, я это делаю по мере сил, потому что это очень тяжело. Мой сеанс диарморинга, когда я делаю кому-то, это длится три часа. То есть, распечатка вагины, матки, тела, сердца, крестца, там, где наша сексуальная энергия. Поэтому, чтобы как можно больше охватить женщин, я на вот таких интенсивах, как вот 21-22 интенсив, там, на детоксе, на женских тренингах, я даю саму диарморингу. Лучше так, чем совсем никак. То есть, все ваши непрожитые истории в жизни, все ваши травмы, все ваши эмоции, все детские травмы, не замечали, что все, что происходит с вами в жизни, реагирует тело. Там ёкнуло, там от страха тело сжалось, там подскочило, там где-то потянуло. Вы замечаете, что реагирует тело? И даже когда уже на уровне эмоций вы можете ничего не проживать, то тело проживает. И что самое интересное, смотрите, какая важная штука. Вот сейчас очень важно. Вы можете, например, что-то случалось в детстве или очень давно. Вы можете это проработать психотерапевтически, там, в каких-то осознаниях, в каких-то практиках, да? То есть, или же вы можете вырасти, стать взрослым и понять, что, ну, да смешно на самом деле, ну, то есть, для ребёнка это казалось каким-то кризисным, страшным, какая-то ситуация, а для у тебя, как взрослого, уже это, ну, не беспокоит тебя это, то есть, уже это смешно. То есть, как бы на уровне ума, на уровне памяти и даже на уровне эмоций всё проходит. Всё проходит. А тело, матка, вагина, а у мужчины тоже про нежность, анус и тело, проживает всё так, как будто бы это происходило не сорок или двадцать лет назад, а сейчас. То есть, вы это не осознаёте, вас уже давно это не беспокоит, но невыпущенная, неотреагированная травма, невыпущенная, неотреагированная эмоция, травма в теле остаётся навсегда и каждый божий день проживается вами, как тогда, несмотря на то, что прошло двадцать, тридцать лет и тому подобное. Понимаете? Вы этого уже не осознаёте, но это чётко видно в теле, в движениях, в походке, в вашей статуре, в вашей фигуре, в ваших суставах, в вашем позвоночнике, в вашем животе, на лице, в реакциях тела, насколько оно зажимается, насколько оно закрывается. То есть, женщина, мы про секс в прошлый раз говорили, она может там 300 раз уже пройти разные сексуальные тренинги, знать кучу техник, знать, как правильно, как надо, там и так далее, а тело и богина помнит сексуальную детскую, например, какую-то обиду, боль или травму, а мозг не помнит. И когда, или обиду на отца, или страх мужчин, или обиду на мужчину, и когда в женщину входит, проникает мужчина во время сексуального акта, женщина с телом и богиной начинает бороться. то есть, она не отдается, она борется, и тогда это уже не слияние, не наслаждение, а конкуренция, борьба и защита. И что бы вы не делали своим умом, как бы вы его не кодировали, что бы вы туда не носили, какую информацию, тело будет продолжать бороться. Пока не найти эту точку, не выпустить эту обиду, эту боль, этот страх, эту травму, и только тогда тело освободится и перестанет это делать. То есть, через тело, самое сильное, самое глубокое, самое быстрое исцеление, через матку, через йони, вагинку нашу, самое быстрое, самое освобождение, исцеление, самое качественное. Через минуту в Инстаграм закончится эфир. Я перезайду, если захотите, сразу же переподключайтесь, потому что мы будем продолжать. Поэтому есть системы, которые я передаю, ну это то, что я могу предложить, по самоисцелению дома, потому что, ну, когда я индивидуально давала эти сессии, у меня запись была на 4-5 месяцев вперед, люди каждые 2 недели прилетали с Европы, там, из России, из разных стран, я просто, я просто истощена была. Я перестала это делать, сейчас я это делаю достаточно редко, но я передаю это для домашнего использования, то есть, самому себе лучше так, чем совсем никак. так. Хорошо. Переподключаюсь. Так, идём дальше. Почки, да, мозги, полушария тоже, кстати, похожи на мозги на полушарии, стопы наши, и почки тоже связаны, кстати, с мозгами нашими очень сильно. Да, потому что почему? Почки – это же энергия воды, это стихия вода, почки – это орган творчества, поэтому, так же, как и матка, женская сексуальная энергия – это энергия творчества, это энергия, ну, причём, когда я говорю творчество, я не имею в виду только танцевать или писать картины, то есть энергия творчества – это энергия творить, творить себя, свою жизнь, свою семью, свою миссию, свою работу, то, чем ты хочешь заниматься, да, то есть это всё, это творчество, это творение, да, за это отвечает сексуальная энергия, то есть матка и почки, потому что почки – это первый фундамент сексуальности, фундамент сексуальной энергии. И это вода, да, и почки отвечают за нас, тоже связаны, правильно вы написали, благодарю, почки связаны с мозгами, да, особенно с тем полушарием нашим правым, которое творческое, да, творческое, которое отвечает за творчеством, потому что правое полушарие у нас идет вот такой меридиан энергетический, в левую почку, в левый яичник, в левую часть, в левую грудь, то есть в женскую часть, в женское, в творчество, то есть вот так вот оно идет, по диагонали, соответственно, левая по диагонали идет соединение с внутренним мужчиной, с внутренним огнем, с тестостероном, и почки отвечают за состояние активности или за состояние то, что мы называем лень. Лень – это не оскорбление там и не осуждение, как было в Советском Союзе, да, главное не лениться. Лень – это состояние заблокированной творческо-сексуальной энергии, то есть это, а еще ленью ошибочно называют состояние расслабленности, которое должно периодически быть. То есть почки отвечают за способность мозга запоминать, то есть почки – это наша память. Если у вас что-нибудь там сбои с памятью, да, то в первую очередь также нужно смотреть в почки. Почки отвечают за способность учиться, усваивать информацию, запоминать информацию. Да, то есть именно так – это и мозги, и почки, и стопы. А так как стопы – это наши корни, и это стихия Земля также, то вот оно, пожалуйста, мы снова формируем наш грааль. У меня есть красивая паёточка. Наш священный грааль, наша матка. Её стенки связаны корнями, ногами, со стопами, и формируются из стихии Земля, из гормона прогестерона. Стенки матки. Внутри матка заполняется водой, сексуальной энергией, и тут включаются также и наши почки, и наши эмоции, да. То есть базовые женские стихии – это Земля и это вода. Дальше. В матке должна, матка в древности, в древнеславянской традиции, в знаковской традиции славян называлась печь. Печь должна гореть, в ней должен быть огонь. То есть часть мужской энергии, наш внутренний мужчина, то есть не физический мужчина, это тестостерон, это огонь, подземный огонь, который нагревает матку, печёт. Матка, стенки матки нагреваются, тепло передаёт энергию воде, и вода начинает испаряться, и рождается воздух. Радость, лёгкость, наслаждение, открывается сердце, способность проживать все чувства, все эмоции, от печали до радости. Не разделяйте эмоции. Истинная, пробуждённая, наполненная женская энергия женщина, истинная природа женщины, она не в разделённости, она в соединении, а значит, она целостная, а значит, она проживает всё, у неё нет хорошо и плохо, у неё нет плохие эмоции, негативные, позитивные. Она находится, дыра, чёрная дыра, вселенная. Что такое вселенная? Это великая богиня, та, что проявляется в нашей матке. Наша матка — это мини-проекция вселенной. А что такое вселенная? Что такое чёрная дыра? Это хаос, это всё и ничего. Это всё. Это жизнь и смерть. Это то, где всё рождается и то, где всё умирает. Этот же процесс происходит в этой печи, в этой матке, в женском теле. Соответственно, там есть всё. Если женщина стремится к идеализации своих эмоций, своего характера, своего поведения, всё. Женщина в ней умирает, запечатывается, блокируется. Не делайте этого. Уходите от этих образов идеальной женщины. Женщина — это хаос. Женщина — это созидательная энергия, творящая, и это разрушающая энергия. Это смерть и рождение. Это всё. Тогда вы будете входить в свою женскую природу. Это вселенский хаос. А хаос, обратная сторона хаоса — это вселенский порядок. Обратная сторона творения — разрушение. Обратная сторона Бога — дьявол. Обратная сторона света — тьма. Обратная сторона гнева и агрессии — страсть и наслаждение. Всё едино. Вот когда вы начнёте уходить от этой разделённости, тогда начнёт происходить и гормональное выравнивание, и эмоциональное, и такими большими шагами вы начнёте идти к своей целостности, к своей женской сути, к любимой сути. И мы говорили, что третий женский грааль, третий женское сердце, во второе — это непосредственно сердечный центр. Непосредственно сердечный центр. На что похожа грудь? Следующий вам вопрос. Женская. У мужчины грудь не такая, замечали? Если только он не эстрогенный, если у него не передоз эстрогена, то у мужчины грудь не такая. У мужчины просто сосок. Почему у женщины грудь именно выпуклая? Неважно, какого она размера, она выпуклая. Почему? Что такое грудь? На что похожа? Идём дальше. Так. Да-да-да-да-да-да, молочинки, знаете. Вагинальный оргазм достигается через стимуляцию пальцами. Как именно? У меня глаза разъезжаются. Или буковки. С кальторальным всё понятно. Мужской такой. И спасибо за вдохновение на все 13. Юльчика, вот правда. Все 13 испытывать сможет абсолютно каждая женщина. Проверено. Вагинальный оргазм. Вагинальный оргазм — это их несколько. Да, то есть есть тот, который за счёт этой стимуляции зоны ГР, газной зоны ГР, за счёт стимуляции пальцами, за счёт стимуляции палочками, за счёт, достигается изначально за счёт распечатки. Сначала нужно убрать те блоки, которые мешают. Представьте себе, что у вас есть колодец, и вы хотите родниковой воды, чистой воды. Да? Но этот колодец завален мусором. Как вы думаете, когда вы придёте, через что придётся пройти для того, чтобы дорыться до родниковой воды? Пройти сначала придётся через мусор. Чтобы пробилась родниковая вода, нужно разгрести завалы, которые мешают этой воде пробиваться. То есть пройти через мусор. А, соответственно, все, первая ступенька ко всем оргазмам, это пройти через то, что мешает оргазмировать. Почему-то мы рождены, мы рождены оргазмичными, наши тела оргазмичны по рождению. Ребёнок, как только рождается, он сразу испытывает несколько оргазмов, что и требуется это доказать. Когда ребёнок берёт грудь, в рот у него случается оральный оргазм, да? Когда ребёнок первый раз какает, у него случаются фекальные или анальные оргазмы. Когда к его телу прикасается мама своей нежностью, если прикасается, если гладит, у ребёнка случается такой телесный, то, что мы сейчас называем энергетический или тантрический оргазм, когда он идёт по всему телу. То есть мы рождены уже с этими оргазмами. Ну, а дальше начинается травма, брошенность, страх. Не прикасаются, потом, может быть, бьют, потом, может быть, ещё что-то. Потом не берут на руки. Мама не подошла вовремя и так далее. И дальше начинаются все вот эти довербальные травмы, довербальные, до двух лет. Годик-два. И тогда наше тело перестаёт быть оргазмичным. И наша задача — вернуть. То есть ничего нового мы туда не привносим, ничего мистического. Вернуть то, какими мы были рождены. А значит, убрать то, что в нём сидит и отрезает нас от этого оргазма. А значит, первое — через распечатку половых губ, йони, детственные плевые зоны, зоны G, шейки матки, сердечного центра, крестца и так далее, всего тела. А, соответственно, это и дыхание, и распечатки через техники, например, которые там, ну вот, шаманские мои, там, я, моя методика, она такая. Через дыхание много чего распечатывается. Посмотрите моё оргазмичное тело. Оно тоже там как-то в доступе, в продаже есть, запись марафона. А потом, да, параллельно через такое, скажем, то, что я называю осознанное наслаждение, осознанное мастопирование. Это то, что стимуляция, то есть есть зона G, это тоже относится к вагинальному оргазму, есть шейка матки, это относится к вагинальному, маточному, глубокому оргазму. Сначала через убирание того, что этому мешает, по-другому никак. Так. Сейчас у меня тут что-то. Подвигаем. Так, дальше. Л, где-то я видела, где же я остановлю, ЛГ. Лен, если это то, о чём я думаю, ЛГ, то, что вы написали, да, этот, как его, лютеинизирующий гормон, то тогда это же больше к эстрогену, то есть это тогда стихия, это тогда стихия вода. Если это он в полном, в полном названии. Ай, ну что же оно у меня скачет? Потому что оно отвечает как раз-таки за выработку именно... А вот ФСГ... А, это у нас был ФЛГ. Это ближе. Сейчас я думаю... Я думаю, что он больше к земле относится. Вот второй, который. Если я правильно расшифровала. На индивидуальный дармаринг можно переписаться? Ну... Я думаю, что можно, но... Надо просто это делать заранее, потому что я сейчас там беру где-то один человек в неделю. Вот так вот. Раньше у меня там это было очень много людей. То сейчас я больше сил направляю на группы, чтобы как можно больше дать... Больше женщинам, количество там, мужчинам дать методику для самоиспользования. Поэтому больше туда уходит энергии. Но раз в неделю где-то я принимаю. Поэтому вы можете позвонить моим помощницам в телефон, если кто-то сейчас здесь укажет, или написать в мессенджер вот сюда, на страничке. Детоксы очень рада... Сейчас прохожу курс детокса. Очень рада, что очищаю свой организм. Можно ли определить, есть ли энергетические паразиты, и как от них очищаться? Это медитация повышения вибрации тела и благодарения. Вик, а что такое энергетические паразиты? Что ты имеешь в виду? То есть я не знаю, что ты имеешь в виду под энергетическими паразитами. Для меня это ассоциативный ряд. Это разные сущности, привязки и так далее. И тогда это создает определенные энергетические дыры. То есть те, кто... Это привязки. Для меня вот то, что ты написала, это о привязках. То есть когда у тебя есть привязки для меня существуют, базовые привязки по трем уровням. Сексуальный – это сексуальные привязки к сексуальным партнерам. Эмоциональный – это наши эмоциональные привязки к тому, к людям, которым мы что-то чувствовали, неважно, негативно или позитивно. И ментальные – это люди, о которых мы постоянно думаем, которые постоянно у нас в голове. И вот из этих трех центров к ним уходят разные каналы энергии, по которым мы передаем, по которым утекает энергия этим людям. Либо эмоционально, либо сексуально, либо ментально. То есть если у тебя такие есть люди на уровне мыслей, на уровне чувств или сексуальной связи, то там, конечно, они есть. Поднимается вопрос про волосы. Поединение слов безвыходности волосы. Инколи хочется просто вырывать волосы. Паникой, когда думаю, что это сделаю, станет легче. Зачем? Ну, то есть какие эмоции? То есть паника, то есть безвыходность, а волосы? Почему при безвыходности… Сейчас чувствую. Понятно, что ты этого не знаешь. Почему при безвыходности хочется рвать волосы? Ну, что для тебя волосы, Ян? Мне надо это понимать, прежде чем я выдам свое мнение. Ага. В думках счетце жахлы вибожанья. То есть это как самонаказание? Ой, кому-то я помахала. Кристина. Это как самонаказание? Это через боль самонаказание? Или что это? Это лишение себя чего-то? Что это? Глубинный смысл. Почувствуем. На придатки похоже мне. Так. Похоже. Да, это мы про грудь. Если болела левая ступня, теперь шея слева… Нет, это внутренняя женщина, это женская энергия. Левая часть – это женская энергия. Ну, я бы так сказала, не чем лучше память, тем лучше с почками. А чем лучше с почками, тем лучше память. Я бы так больше перефразировала. Если иногда хочется закатать истерику, это норм? Ну, для меня вообще нет такого понятия норм – не норм. Потому что, я же еще раз говорю, я не разделяю. Но надо понимать, что такое истерика. Во-первых, на уровне физики истерию у нас вызывают сбои в селезенке. Сбои в селезенке, проблемы в селезенке или паразиты в селезенке. Паразиты есть в каждом органе. В каждом органе они свои. Поэтому на детоксе, на курсе под каждый орган у нас свои травы, своя паразитарная программа. Но это селезенка, если по физике мы берем. А если мы копаем глубже, то что такое истерика? Кто у нас истерит? Именно если мы говорим про истерику. Кто требует? Кто обижается, если не получает свое? Кто манипулирует и кто истерит? Внутренний ребенок. Недолюбленный, недобаюканный, травмированный внутренний ребенок. И когда мы в него впадаем, когда мы с ним соединяемся, когда мы ему даем верх, то есть он преобладает в нашем теле, то у нас прямо начинают включаться вот эти детские качества. Это страх. Это либо страх, либо, ну, то есть внутренний. То есть ребенок, он не понимает слова «нет». Ребенок, и это нормально, ребенок живет по принципу «весь мир крутится вокруг меня». То есть все должны ему давать то, что он хочет. А также, если что-либо происходит плохое, то ребенок это считает, что это по его вине. Почему? Потому что у ребенка вся точка сборки. Так, как он проходит этап становления себя, познания себя, становления себя в этом мире, его фокус внимания исключительно на себе. Ребенок не понимает, что, например, у родителей или еще у кого-то есть свои потребности, что родители могут не хотеть что-то делать, что родители могут быть заняты, что родители могут отказать, что у них есть свои потребности, свои чувства, свои желания. Да, ну, нет, ну, ребенок это не может понимать. Это нормально, это ребенок. Весь мир до подросткового возраста, особенно до пяти лет, весь мир кружится вокруг ребенка. И если он реально таки кружится, тогда ребенок взращивается, он напитывается любовью, теплом, вниманием, там, защитой, заботой. И вот если он напитывается, то есть если правда вокруг него кружится мир, он напитывается и вырастает напитанным, а значит у него возникает, вырабатывается уже потом способность это отдавать. У ребенка капризы, у взрослого человека капризы ребенка, если они удовлетворены, то когда он становится взрослым, удовлетворенные, закрытые капризы, требования, желания ребенка, потребности становятся его ресурсом. Если капризы, желания, потребности ребенка не удовлетворены, то во взрослом возрасте он продолжает быть этим ребенком, продолжает манипулировать, истерить, требовать и так далее. то есть во взрослом возрасте неудовлетворенные потребности ребенка становятся дефицитом, постоянным дефицитом. И печалька вся в том, что никто никогда этот дефицит ему уже не закроет. Он ищет это у партнеров, у мужа, у жены, у других людях, в друзьях там, не важно. Но так никогда, сколько бы ему не давали, уже он этим не наполнится, потому что эти люди не могут ему дать то, что должны были дать родители. И тогда это называется перенос. Перенос на партнера, например, на любимого человека, в данном случае я бы сказала в кавычках, любимого. На любимого человека перенос материнской, отцовской, то есть родительской фигуры, для того, чтобы допитаться. То есть мы тогда входим во все отношения и из потребности, из недостатка. Но эта потребность никогда другими людьми не закроется, пока мы не начнем ее закрывать осознанно. Например, я осознанно выбираю себе человека и говорю, будешь моим папой или мамой. И я понимаю, что вот я в отношениях, но мои отношения, они не совсем зрелые, не совсем здоровые. Они не совсем зрелые, они не здоровые, я это понимаю, что они не зрелые, но мне это надо. И я как бы об него долечиваюсь, добираю. Или же я добираю об психотерапевта своего, тоже очень крутой способ. Или же я добираю это на каких-то тренингах, ретритах. Или же я это начинаю добирать через свою взрослую, зрелую часть. Она во мне тоже есть. У меня есть и часть ребенка травмированного или нетравмированного, и часть взрослого, и часть родителей. И тогда я через это добираю. Но осознанно я понимаю, что я добираю, а не тупо требую или манипулирую. А тот, у кого таких людей мало, к сожалению, у кого детские потребности были закрыты, то эти потребности, которые были в детстве, и они заполнились, они становятся ресурсом. И тогда этот ресурс способен человеку не требовать от других, а давать. Так что, Оль, смотри, иногда хочется закатать истерику. Это когда? Иногда. Это в каких ситуациях? В детских моментах пошло незахищение. Если в загальном, на ощущениях, то энергия вирвать и скрутить энергию. И про ощущение боли так же подвускается. Волосы в загальном – это сила. То есть, как будто бы ты решаешь себя своей силой. Волосы повильно растут, а я хочу, чтобы долго волосы я так чувствую себя сила и магнетически. Ну да, потому что волосы – это женская сексуальная энергия. Состояние волос, длина волос и так далее. Очень часто, когда мы хотим полностью переродиться, исцелиться, чего-то избавиться, очиститься, хочется постричься либо коротко, либо вообще совсем на лысо. Иногда на некоторых репритах я и предлагаю это людям делать. Но тут как бы лишение себя своей силы. Вот вопрос, почему. Получается паника, страх собственной силы, и ты начинаешь себя ее лишать. На матку. Так. Горло – это проекция шейки? Нет, Анечка, сейчас скажу. Значит, смотрите. Грудь – отвечу же я все-таки. Вы там написали уже, я вижу. Это не переворачивается штука. Грудь – на что похоже, вы уже ответили, это многие. Версии разные, но все-таки. Вот эта часть, вот эта часть – это тоже самый грааль, матка. А сосок, орел, вот эта часть – это шейка матки. Шейка матки. Поэтому шейку матки можно и нужно стимулировать и напрямую, выходя в нее, и обязательно через соски. Такой вам ключик в секрете. И очень часто соски бывают у женщины болезненные, нечувствительные, болезненно-чувствительные, кому-то приятно, кому-то неприятно. Точно это зависит от цикла, от дня менструального цикла. И это нормально. Потому что я вам говорила, что кофиров все гормоны за время цикла, за время месяца, да, они перестраиваются. Соответственно, меняется наше тело, чувствительность, эмоции и так далее. И это нормально. Если не сильно штормить. Вот. То есть так тоже можно стимулировать шейку матки. Так мы в практиках, в оргазмических практиках, в хандрических практиках, вот так мы соединяем сосок и по меридиану мы их соединяем с шейкой матки, включая ее, активируя ее. А соответственно, это также нам показывает в груди, что хранит наш сердечный центр и что хранит наша матка, какие эмоции и чувства, какие непрожитые события. И я всегда говорю мужчинам и говорю женщинам, что женщина начинается с верху, с сердечного центра. То есть прежде чем женщина глубинно сможет впустить в себя мужчину внизу, в йоне, в свой храм, она должна сначала к нему что-то почувствовать, притянуться, включиться на уровне сердца. Прежде чем женщина возбудиться внутри, прежде чем входить в женщину внутри, прежде чем входить в этот храм, прежде чем и также первой стадии ее чувствительности. Сначала включить нужно ее грудь, грудь и ее сердечный центр. Тогда внутри, внизу все будет также меняться. Поэтому мы часто используем на всех женских ретритах разные массажи груди, деарморинг, распечатку груди от блока, в эмоции, от всех непрожитых чувств в сердечном центре. Массаж груди. В сосках, соски, грудь и соски работают неким таким блендером, шейкером всех гормонов. Поэтому массажи груди, распечатка, исцеление груди эмоциональное, физическое, это первая также ступенька к выравниванию гормонального фона. И это то, что я даю на всех женских ретритах. Вот сейчас в интенсиве мы тоже, который будет сейчас 21-22 интенсив, так как это тоже интенсив женского здоровья, коды женского здоровья, очистки сексуальности и молодости, мы тоже будем все эти части затрагивать. Кому интересно, переходите по ссылочке на видео, смотрите условия этого интенсива, он уже послезавтра стартует. Вот, и смотрите его условия, подключайтесь, потому что это для тех, кто не может по какой-то причине попасть на детокс. Напомню, что те, кто в курсе по детоксу, не регистрируйтесь на интенсив, интенсив вам будет в подарок. То есть, если у вас есть возможность идти в детокс, идите в детокс, он еще, там еще можно присоединиться. Если совсем никак, идите в интенсив, делать надо что-то, в любом случае. Нужно же начинать. Теперь по поводу, что горло. Женщина зеркальна. То есть, я говорила много раз. Половые губы – это проекция вот этих губ и челюсти. Если у вас постоянно в напряжении зажата челюсть, то значит, что у вас также вагинальный спазм. А это значит утечка энергии, это значит не накапливается энергия, это значит пониженная чувствительность, и это значит борьба сексуального акта с мужчиной. То есть, не сдача, не принятие, не взаимодленными энергиями, а борьба. И дальше, когда мы попадаем через половые губы, мы попадаем куда? В вагину. Когда мы попадаем через губы, вот здесь, мы попадаем куда, ответ на твой вопрос? В горло. То есть, горло – это вагина. Губы, половые губы – это вход, это половые губы, а это вагина. Поэтому женщины, когда мы начинаем работать, например, с вагиной, они начинают кашлять, зевать, у них начинают тут дереть, першить и так далее. Поэтому и наоборот, мы распечатываем вагину через горло, через диарморин горла, руками, звучаниями и так далее. То есть, много чем. Это мы будем делать в детоксе. К сожалению, самостоятельно. Или кого-то можно будет попросить из домашнего. Дальше. Горло – это наша щитовидка, это наше «я». Проблема со щитовидкой – это всегда подавленное «я». Это всегда состояние жертвы или подновь, это все одно и то же, или подавление. Когда я подвигаю себя, свою правду ради других, ради соответствия другим и так далее. Когда меня подавляют, контролируют, осуждают, постоянно клюют. То есть, проявленное «я» – это творческая энергия, «я» и мир. Вот если «я» в мире не проявлена, не заявлены мои границы, моя правда, мое «я», начинаются проблемы со щитовидкой, и начинаются проблемы в вагине, и с шейкой матки, и начинается самобичевание, и начинается эрозия, и еще все болезни в вагине. То есть, здесь горло подавление, и все болезни в вагине, такие как молочница, грибковые заболевания, инфекционные заболевания, герпесы и так далее. Это ответ на многие вопросы, которые вы мне задавали. Откуда герпес? Откуда там папилломы? Откуда там разные инфекции? Откуда то, откуда то? А вот отсюда болезнь «йони» – это болезнь внутреннего «я», это отношение к себе, чувство себя грязной, чувство отвращения, чувство вины за что-то, стыд за сексуальность, стыд за сексуальный акт, там, самонасилие. Самонасилие, я называю и то, что вы позволяете другим себя насиловать, морально, эмоционально и так далее. Нежеланный сексуальный акт, сексуальный акт по принципу супружеского долга и так далее. Всегда будут проблемы с вагиной, всегда будут проблемы с грибковыми, инфекционными заболеваниями вашей «йони», всегда. А если их долго не убирать, то они потом переходят в глубинное самокусание. Глубинное самокусание – это раны на шейке матки, это эрозия. И можно, и у меня есть женщина, которая там по три, по четыре раза ее прижигали, она все равно возвращается, потому что первопричина не уходит. Отношение к себе, проживание внутренней женщины, себя, своего «я» не меняется. Этот, как это новомодное понимание в психологии, этот газлайтинг не меняется. Когда мне рассказывают, что я дебил, и я со временем начинаю в это верить, или мне рассказывают, что я недо, и я со временем начинаю в это верить, или там еще что-то, когда с меня делают чокнутую, или мне навязывают мнение обо мне. И в какой-то момент я либо становлюсь такой чокнутой, либо верю в это, и со временем все равно становлюсь. Понимаете, о чем я сейчас? Юлечка, я посмотрю на твои сообщения, если ты у меня не в друзьях, то, наверное, они в спаме, и я их просто не вижу, потому что я их не видела. Я посмотрю тогда в спаме. Так, что я тут такого видела? Куда уходит сексуальная энергия при осознанном мастурбировании, если нет партнера, с кем осуществляется обмен? Не является ли это спуском энергии в никуда? Так, понимаешь, Маргарита, тут в этом словосочетании осознанное мастурбирование ключевое слово осознанное. То есть вот это ключевое слово. Это значит, что ты управляешь куда этой энергией и направляешь ее. Ее, эту оргазмическую энергию, можно поднимать. У нас вообще есть техники, когда я и мужчинам, и женщинам, я их учу не оргазмировать, а копить сексуальную энергию. То есть не всегда нужно оргазмировать. Ее можно доводить до этого и останавливать, доводить и останавливать, а потом поднимать. Поднимать на исцеление какого-то внутреннего органа. Вот так, самый быстрый способ исцелять с помощью сексуальной энергии, энергии оргазма. Помолаживать и исцелять органы, тело, гормональную систему. Вот, можно поднимать, открывать и исцелять сердце. То есть не просто спустить и слить, да, а даже не доходя до оргазма, все накопившееся поднять и открыть, направить в сердце. То есть я соединяю. Да, то есть я даже во время сексуального акта себе, партнеру, неважно, был оргазм или не был оргазма, соединяю половой центр, сексуальный центр и сердце. И тогда я поднимаю всю эту энергию туда, ему, себе, и оно открывается, оно исцеляется, и рождается больше чувств, больше близости, больше исцеления эмоций, разных травм и так далее. То есть ее можно поднимать, ее можно во время оргазма, можно вообще выйти и соединиться со Вселенной, там, с божественным, с источником, с божественным присутствием. Иногда там в сильнейших энергетических оргазмах он даже в прошлой жизни выносит. То есть ее можно поднимать или же энергию во время оргазма, или даже не идти в оргазм. Да? То есть смотря какая цель, растах, растах. Также энергию оргазма, ее можно в момент учиться направлять, или же сразу после этого. То есть она идет, и потом в какой-то момент, когда ты это отрепетируешь, тренируешь, да, она уже сама будет идти туда, куда тебе нужно. На оргазмическую энергию, оргазм, энергию, можно направлять на исцеление каждой клетки своего тела, на омоложение кожи, на омоложение тела, на омоложение гормонального фона, репродуктивной системы. То есть осознанная, вот ключевая фраза, это не, ну, что вы вкладываете в это осознанное, да, на струбирование, просто в чем осознанность. Да? Осознанность в том, что мы понимаем, что мы делаем, мы проживаем эмоции, которые поднимаются там не только позитивные эмоции, и мы направляем эту энергию, то есть мы исцеляем. Это самый быстрый, мощный, нет в мире ничего мощнее сексуальной энергии. Ничего. С помощью ее можно перезапустить полностью тело, энергию, исцелиться, открывать чакры, открывать центры, усиливать вашу пару, даже направлять на цели и на желание. Как работать с гипофизом? Вот через энергетические массажи, которые настраивают голову. То есть мы на голове, например, на бетоксе, я даю схемы, как ставить на место родничок, потому что он у нас съеханный практически у всех, точки на голове, массаж головы, а также с гипофизом работаем в первую очередь через дыхание. Есть разные виды дыхания, я использую разные виды моего шаманского дыхания, которые задействуют гипофиз. Также гипофиз задействуется через звуки, через звучание. То есть вот это вот все и входит в это, в систему гормональную. Мы задействуем его через звуки, через звучание, через физические массажи и точки и через дыхание. Очень круто он включается через определенные гормональные шаманские дыхательные процессы. Потому что гипофиз, он в принципе является таким нашим органом, ну в железе, то есть гормональным центром, который способен регенерировать наше тело, обновлять наши органы и исцелять. Ну вот, про счетовидку Лен только что ответила. Как можно со мной проконсультироваться, написать в мессенджер или позвонить по телефону, или написать по телефону, или написать в мессенджер. То есть, и там, например, если там, если надо посмотреть, подходит ли вам моя, ну там, да, что, из чего начинать, что делать, то, в принципе, напишите, мы тогда решим. Как избавиться от сексуальных паразитов? Прохожу детоксом с плылом. Ну, слушайте, мой способ, который я делаю, я его делаю только раз в год на Мистерии стихи в земле по-настоящему. Тот, который я делаю, ритуал, а тот, который мы не спешите. Тот, кто сейчас в курсе по детоксу, у нас там будет работа с лярвами, с сущностями, с масками, которые в славянстве назывались хари. То есть, это ложные образы нас. Мы все это будем делать. Мы будем чиститься через бытовую магию, мы будем чиститься через писанки, мы будем... Там вот в детокс я включила все, что можно сделать самостоятельно дома. Вот. А всю родовую, все родовые штуки, все привязки, всю память тела, все сексуальные партнеры, все-все-все-все-все-все. Ну, как бы есть ритуал мощный, который только раз в год провожу в Карпата. Вот. Для мужчин и для женщин. А все, что можно сделать дома, не спешите, все будем делать на детоксе. Поэтому вот там я вам говорила, что за 4 месяца после детокса у вас будет вся, все инструменты, которые касаются исцеления себя по физике, по энергии, по эмоциям, по менталу. Все. За 4 месяца. Перед месячными, да, выходят на поверхность агрессии, начинают многие вещи раздражать. Юль, потому что, еще раз говорю, во время месяц, перед месячными, во время месячных, особенно, да, вот уже в эти первые дни, женщина входит в подавленное состояние, то есть, начинает проявляться, подниматься то состояние, которое накопилось там, ну, в лучшем случае за месяц, в худшем случае за долго, и оно начинает, в этот момент она начинает в него погружаться. И для чего? Для того, чтобы его заметить и очиститься. Поэтому смотри, проживай во время этого сама, не на людей, не на кого-то, проживай, замечай свою агрессию, люби ее, смотри на что она, зачем она, от чего она тебя защищает, чем она тебе выгодна, в чем ее ценность, чувствуй ее, проговаривай, прохричи, про плачь, и представляй, как она выходит, выходит вместе с месячными, очищайся. То есть, это время дано для проживания и освобождения. Как защититься от веры в то, что ты не дам? Хороший вопрос. Как не верить другим, например? Это же не специально человек верит. Нет, не специально. Это говорит о том, что этот человек не соединен с собой. и он не знает, кто он на самом деле. То есть, знаешь ли ты, укоренена ли ты, есть ли у тебя корни, центр, укорененность в том, какой ты человек. для этого. Это длительный путь. Для этого нужно учиться ясно видеть свою тёмную и светлую сторону. Если мне, например, скажут, Таня, ну ты и мочащая иногда бываешь, вот ты прям, знаешь, мочишь кого-то. И что мне делать? Верить в это или не верить? Мне не надо в это верить или не верить. Я знаю, что я могу замочить, если сильно захочется или попасть, например, под мои критические дни. То есть, я это о себе знаю. И тогда я говорю человеку, прости, пожалуйста, я, наверное, это перегнула, я, наверное, тебя как-то обидела, потому что я о себе не знаю это, что я могу замочить. Я это признаю, да, и я это как-то могу контролировать или вовремя проговорить. Стоп! Сегодня со мной не разговаривайте. Например, все мои близкие людям знают, что если я встаю по будильнику, то есть, это значит не выспалась, то пока я сама не заговорю с ними, лучше не надо. Я попросила, я предупредила, потому что потом сори. Да? То есть, другое дело, например, если мне там скажут, ты такая тупая, а я-то знаю, что я не тупая, я-то знаю, что я знаю, и поэтому мне хоть кол на голове чеши, я знаю, что я не тупая. Нет, я могу сглупить, протупить, там, где-то ошибиться, но в общей сложности, я не тупая. Да, то есть, вопрос, знаешь ли ты все, хотя бы большую часть своих качеств, вот тут мы встречаемся с тем, о чем я вам говорю постоянно. Ответ на вопрос, и зачем мне надо познавать эту вашу темную, светлую сторону себя? Вот у нас есть пятидневный выездной ретрит, темная и светлая стороны меня. Вечный вопрос, и зачем она мне? А вот для того, чтобы знать, кто ты на самом деле, чтобы знать все свои, ну, по максимуму хотя бы, все, наверное, невозможно, по максимуму хотя бы, все свои темные, то есть, непринятые, там, негативные, как вы говорите, и принятые, и те, которыми мы гордимся, частью. Вот чем больше ты будешь реально знать себя, чем больше ты будешь тестировать свою реальность и себя, тем невозможно на тебя что-то навязать, что не есть свое. Чем меньше ты знаешь себя, тем больше ты этого пугаешься, ты же не знаешь, кто ты, что ты, ты себя не чувствуешь, ты себе не веришь, ты себе не доверяешь, и тогда ты слушаешь мнение других людей. Это травма детства. До двух лет, потом еще чуть-чуть до пяти, но в среднем до двух лет, потом как бы два-тира-пять, вырабатывается способность ребенка тестировать реальность и себя. И либо он доверяет себе и своим чувствам, либо он уже не имеет эту способность, и тогда он зависим от мнения других. Как я выгляжу, как заслужить любовь, что скажут люди, я плохой и так далее. Это зависит от того, что тебе говорили твои родители, как тебя воспитывают. И тогда нужно идти в это. Это не быстро. Вот эта штука на тестирование реальности, ну, это долго. Это долго. Но это надо делать, иначе ты зависим. Родничок это макушка, это седьмая чакра. Это тот родничок, с которым детки рождаются, и до трех лет он у нас закрывается. До трех лет в среднем детки помнят свои прошлые жизни, детки помнят, зачем они пришли, кто они такие, какая их миссия, в чем их сила, в чем их задача души. А потом вот это вот до трех лет родители их бум-бум-бум, что тебе надо, каким ты должен быть, что ты должна делать, это не трогай, это плохо, это некрасиво, это кака, это фу, это неправильно, и родничок так тук-тук-тук. Связь с душой боженькой закрывается, отрезается, и ребеночек становится роботом, который знает, как правильно, как послушно, как неправильно, как надо, как не надо, кем он должен быть, как он должен учиться, что он должен кушать, и тому подобное. Все, связь с душой отрежем. 21 до 2 мая будем развивать сексуальную энергию, будем ее распечатать, мы будем матку распечатать, во-первых, мы будем чистить, я дам рецепт, это же интенсив, если в детоксе мы проходим это все, все системы чистки вместе, там 4 месяца, то здесь я дам сборы, рецепты на кишечник и на почки, это первые 2 уровня, у нас там 5 детоксов, на энергию, первые 2 уровня, которые касаются гинекологии, сексуальности, вы их вычистите, я надеюсь, плюс я вам дам, конечно же, буду давать методики по гигиене, которая важна, потому что женщина должна пить, должна кушать, плюс распечатка груди, распечатка матки, а это автоматом раскрытие сексуальности и так далее, да, то есть там все, что касается такой интенсивчик, поэтому смотрите, там очень, вот в посылке очень подробно описана программа интенсива, которая 21-22 мая, мая, ах, как выйти правильно из религиозного эгрегора, очень хочу выйти, Вика, знаешь, ну, я думаю, что есть несколько способов, я на себе пробовала разные способы, то есть есть ритуалы, которые делаются специально по очистке, опять-таки, вот полная, тотальная очистка, например, что касается меня, я делаю полную, тотальную очистку, и как бы исцеление вот всех этих штук, энергетических, физических, эгрегориальных, родовых, на мистерии стихий в Карпатах, раз в год люди туда приезжают, одни и те же каждый год, потому что это такая мощнейшая очистка родовая, эгрегориальная, и напитка на весь год, вот это ритуалы посвящения, возрастных посвящений, чтобы возраст души соответствовал возрасту биологическому, то, что проходили в древности, славянстве, вот, это, ну, вот там слетает все, может быть, есть еще какие-то ритуалы, где, ну, выводят из этого, да, то есть это отдельные могут быть ритуалы, вот, но и еще, что может быть, да, ну, оно может сработать, может не сработать, это твое реальное решение, твоя воля, когда ты принимаешь решение, что ты из этого выходишь и начинаешь входить в нечто другое, а нечто другое для меня, например, это вне всяких религий, это вера, вера в силу, вера в божественный поток, в Бога-богиню, потому что я не в разделенности, у меня все соединено и Бог, и Богиня, и я заходила через соединение с самыми главными родителями, мать-земля и отец-небо, то есть для меня есть родители-проводники, которые мне дали жизнь, и сейчас они уже мне не родители, они мне там друзья, родственники, да, то есть мы на равных, потому что я делала ритуалы разрыва связи с мамой, с папой, я делаю их в группах отдельных, на тренингах живых, и тогда мы становимся на одном уровне, спасибо проводникам, да, мама больше не мама, мама женщина, потому что невозможно женщине быть всегда мамой, она должна возвращать себе свою сексуальность, женственность, я перестаю быть девочкой маленькой, когда разрываю связь с мамой и соединяю свою связь с землей, потому что уже мама, физическая мама, матка, меня не может так попитать, она мне не даст пока энергии женственности и сексуальности, как мать-земля, да, пача-мама, и тогда моим отцом становится небо, плавным, и дает мне мою мужскую часть, напитку, и моей мамой главной становится великая мать-земля, и это то, к чему я веду на всех ретритах, да, и когда моя матка питается не так, как в детстве от мамы на физической матке, ну что там эта энергия нам на двоих, когда я уже выросла, у меня уже женщина, и я хочу быть такой расширенной, наполненной женщиной, и тогда мне нужна мать-земля, мне нужна великая вселенная, великая богиня, и вот я свою матку с этим соединяю, и вот тебе как бы выход, то есть сила намерения и сила веры во что-то другое, если так скажем, в домашних условиях, а вообще как бы есть еще и ритуал. Объясни, что такое религиозный эгрегор, по твоему мнению? Ну, то же самое, что и все другие эгрегоры. Для меня эгрегор это энергетический сгусток с определенными вибрациями и программами. И получается, что мы живем под сотнями разных эгрегоров, то есть это схематически, если нарисовать, то вот есть, это очень такая интересная схема, как я ее вижу через видение, через поток, через ясновидение, да, ну и через то, что я с этим ногой колбасилась и сама. Вот есть источник, то есть, что такое источник в моем понимании? Бог, богиня, это вселенская мужская энергия и вселенская женская энергия. Источник, источник, истина, изначальное бытие, бытие, после клинической, когда у меня была клиническая смерть, это сложно описать словами, а мне спрашивали, а что там? Ничего. И в то же время все. То есть, там точно нет того, что показывают в фильме, ни ада, ни рая. Там, ну, первые слова, которые приходят, потому что словами нельзя описать. Это ничего, вот вообще ничего, и в то же время это же все. То есть, вот это изначальная энергия, истина, истинное знание, изначальное состояние, да? И тут вот человек, а между истинным знанием и человеком есть сотни эгрегоров. Человек, извините за мои рисовательные способности, тут моя сексуальная энергия никак не проявится. У нее тут какой-то затык у моей энергии творчества. Вот. То есть, человек, когда рождается, через определенные ритуалы, религиозные, ой, у меня опять эфир завершился, сейчас, секундочку. то есть, через определенные церковные, религиозные всякие церемонии, это тоже ритуалы, это тоже магические ритуалы, это важно понимать. Крещение, имя наречения, всякие эти штуки, это религиозные, это тоже ритуалы, да? И через эти ритуалы нас вводят в определенную информационную структуру, коим и является эгрегор, определенная информационная структура со своей информацией, со своей, так сказать, истинной, которую создали там ритуальными, магическими, религиозными действиями. Дальше, есть эгрегор, например, компании, и чем больше компаний, в которых работается, например, чем больше в ней сотрудников, тем больше в ней энергии. Эгрегор создается за счет символа, логотипа, за счет названий, за счет всех людей, которые в ней работают. Иногда это создается осознанно, специально, опять-таки, ритуалами. Иногда это создается просто автоматически за счет вибрации, мыслей, чувств, идеи, единой идеи людьми, которые там. Эгрегор семьи, эгрегор, о, политический эгрегор, эгрегор страны, там вообще, там еще и маги подколдовывают. Вот, то есть везде есть эти эгрегоры. И вот мы живем под ключки, то есть я родилась в стране, как подпитывается эгрегор? Через информацию, через масс-медиа, то, что мы с вами говорили в антикризисном марафоне, что перестаньте, самый главный вирус, который есть, это никакой не коронавирус, это вирус, называется, СМИ и информация. Это главный вирус, в котором мы болеем и умираем. Соответственно, нас вводят через крещение, через политические всякие информационные штуки, через договора и контракты на работе, то есть эгрегоров масса, определенная информационная структура, которая, если мы в ней находимся, то она, как вот энергия духа, идет нам в мозг, в энергию, мозг входит и дает нам определенные мысли, чувства, решения и так далее. Мы думаем, что это наши, а на самом деле это эгрегор. И люди, которые считаются типа ясновидящими, но находятся хоть в каком-то религиозном или там эгрегоре, они видят ясно информацию этого эгрегора, но не истинно, этого божественного знания. Потому что вот божественное знание, и вот с него идет энергия. Вот с него идет энергия. И эта энергия идет с бога-богини, с источника в чистом виде. Идет она, идет, идет она, идет, и проходит трансформацию через наши эгрегоры. И там она искажается. и в нас она уже входит не в истинном виде, а уже в искаженном виде, так сказать, подкорректирована энергия духа, энергия бога, духа. Она уже в нас входит в искаженном виде, подкорректированном, трансформированном, проходя через лакмус, через наши эгрегоры. и чем больше мы в этих, чем больше эгрегориальных структур, в которых мы находимся, тем более искажена вообще наша реальность и вера. Я доходчиво постаралась объяснить, потому что я это вижу, но словами это, конечно, вот такую схему я изобрела приблизительно, чтобы объяснять. Если я в семье жертва, щитовидка больна у мужа, я ланта. Но это еще не факт. На самом деле жертва и тиран это одно и то же. И жертва это еще намного круче тиран, чем тот, кого она считает тираном. Жертва является наиболее крутым тираном, потому что как бы тиран, он страдает от того, что его назначили тираном, да, и от чувства вины, и от чувства злости, и всего, и всего, и всего. Это во-первых. А во-вторых, во-вторых, неизвестно, что было у него там до этого и в детстве, а в-третьих, человек, который не является жертвой, никогда не будет тираном. Поэтому тут еще надо смотреть. Ты сейчас хорошо объясняешь мой вопрос здесь, про то, почему я верю другим больше, чем в себе. Да, это соединено с собой, это твоя целостность. Какой сейчас этап идет, потому что мы встречали Новый год с Дидухом, солнцестояние следующее 21 июня, сейчас период детства идет, ты рассказывала про 9 месяцев, вынашивание. Ты что-то тут смешала так много всего? Про 9 месяцев вынашивание чего? Во-первых, во-вторых, какой этап, а, не ты что-то снова намешала? Ну вот, Каляда это солнце, рождение, да, весеннее равноденствие это ярила, это юна, это подросток, 21 июня это купала, то есть в куполе, это пик, пик взрослости, юношества, самый большой пик солнца. Дальше пойдет Сиваяр 21 сентября, это уже пойдет дедушка, это уже пойдет сбор урожая, мудрости, это уже пойдет старость, и потом снова Каляда. Высоко берешь видео, виснет. Слушайте, ну, наверное, я переподключилась. Так, наверное, я переподключилась. Вот. Хорошо, любимые, я не так смотрю, что вопросы ушли, то есть если человек не жертва, то тираном его назначить невозможно. Нях. Чего бы я вдруг пошла, повелась на то, чтобы быть для кого-то тираном и мучиться. Нет. Жертва тиран это единое целое, только роли меняются периодически, и тирана себе назначает жертва. Вот FMH, Female Male Healing, да, десятидневный ретрит, самый главный, самый базовый по всем этим проживаниям, детским травмам, и всем, вот там люди проживают такой процесс, где они жертвы и тиран, потому что тираны выбирают жертву, то есть тиран, он как бы зависим от жертвы, там очень смешанные чувства, он тиранец, потом он, потом у него возникает жалость, потом он злится на себя, из-за этого чувства вины, автоагрессия такая, автоагрессия, то есть потом он злится, что он не может эту жертву бросить, потому что у нее жалость, жертва же она манипулирует, жертва она вызывает гнев и агрессию, жертва она провоцирует, и если я не жертва, да, то есть я не буду и тираном, потому что ну это одно и то же, жертва она же манипулирует и провоцирует, а значит, что она тиран, тут же она тиран, я, которая агрессирует на жертву, сама же от этого страдаю, меня же моя агрессия разрушает, я тут же жертва, мне же хреново от этого. Наташ, что ты думаешь, ты мне спрашиваешь, что ты думаешь о крещении? Вот я только что рассказала, что я думаю о крещении. Я рассказала, как выглядит эгрегор. Я рассказала о том, что крещение это магический церковный ритуал, который вводит ребенка в определенную религию и отрезает от Бога. И тогда эгрегор, эгрегор это набор знаний, правил, ограничений и так далее, которыми потом человек живет. То есть крещение, например, да, как и в любой другой религии. Вот крещение это введение человека в религиозный конкретный эгрегор, например, да, вот в христианстве в данном случае. А значит, ребенок будет автоматически жить по принципам, которые заложены в этом эгрегоре. То есть в грехе, быть рабом Божьим, жить в страхе и в ограничениях, жить в том, что там нужно быть смиренным и так далее. Это я отвечаю о том, что такое любая религия. То есть для меня религия и вера это две разные вещи. Я вера, я верующий человек, я верю в Бога и в Богину, в источник, в изначальное бытие. Но это не религия. Когда ребенок рождается, там проводится обязательно через 9 дней, потом через 40 дней закрытие воронки земли, потому что это открывается воронка земли через матку матери, открывается воронка рода, откуда приходят души, откуда приходит род в поддержке. И она открыта до 40 дней, поэтому как бы женщина до 40 дней, она еще является такой на грани миров, как кошка, на грани яви и нави. И поэтому повитухи делали закрытие. Почему? Потому что потом уже после 40 дней уже начинают лезть не только какие-то там нужные сущности, но уже и не очень нужные. То есть во время родов открывается матка и активизируются все родовые программы и усиливаются, активизируются. Поэтому плохо было бы их отрабатывать как-то, ну, не всякие шансы отрабатывать, но пусть как-то отрабатывать до этого. Вот. То есть вот это делается. Делаются ритуалы омоления ребенка, соединения со стихиями. Делаются ритуалы оргазмичного тела для ребеночка. Вот. Потом каждый там определенный возраст делаются возрастные посвящения. То есть возрастные посвящения делаются в годик, в три годика, в пять лет, во время месячных у девочек, или у мальчиков там в 12-14 лет, затем в 21 год, затем дальше, дальше, дальше. Каждый период делаются возрастные ритуалы посвящения, которые не относятся ни к религиям, ни к чему. Они помогают соответствовать психике, душе ребенка соответствующему возрасту. Потому что у нас сейчас мир инфантов. То есть в 40-50 лет у нас все застряли в травмированных детях. Ну, не все, многие. Да? Вот. То есть мы об этом много с вами говорили. И, например, вот на Мистерии стихии в Карпатах раз в год я делаю все эти ритуалы. То есть, во-первых, мы делаем ритуал смерти и рождения, где я правильно принимаю роды, как стихийная повитуха, правильно принимаю роды у всех участников, я и хочу правильно проходить родовые пути. Особенно это важно для тех, кто кисерен был, потому что я просмотрела, когда проходило свое перерождение, я увидела невероятную штуку. Оказывается, ребенок, который был кисерен, он энергетически и по телу, то есть вот не пройдя родовые пути, он всю жизнь проживает себя, не осознавая этого, внутри у тропы матери. То есть он не проживает себя рожденным. От этого это влияет на его поведение, страхи, характер, на то, как он справляется с трудностями, на его достижения, на его проявления и так далее. Ребенок, который не прошел родовые пути, является всегда внутри у тропы матери, не рожденным, не пройденным, то есть он как будто бы младенец внутри у тропы. Женщина, которая не родила сама, рожала кисеревым, она проживает себя, свое тело, ее матка, ее тело проживает ее всегда как беременную, то есть вот состояние земли, да, состояние земли, состояние прогестерона, состояние беременности. Это был шок, когда я это увидела, мне это показали во время шаманских моих процессов. Вот, поэтому пришли ритуалы, которые помогают женщине, так сказать, разродиться, а людям пройти родовые пути, правильные, наконец-то родиться, сколько бы им лет не было. Вот, и остальным, кто проходил, кто рождался сам, все равно переродиться, а потом мы на стихиях делаем все возрастные посвящения, которые должны быть. То есть в годик, в три, в семь, то есть для мужчин и для женщин. И тогда наша душа, наша психика начинает расти, выравниваться. То есть вот мистерия – это и очистка, и наполнение стихий, и мистика, и путь ведьмы, и путь воинов, мужчин, и все возрастные посвящения, и перерождение, после которого такие невероятные результаты, там у людей много болезней проходит, и кто не может и беременеть, беременеть. Ну, то есть это не гарантия, конечно же, но так часто случается. Вот, то есть детки проходят, это важно, возрастные посвящения для детей важны, не какие-то религиозные, а возрастные, и правильное родовое прохождение. Чувствуется твоя собранность, благодарю, Маргарин. Видишь, я иногда в духовной размазанности, в потоке, вот, а иногда в собранности. Просто когда идет поток, то я зависаю, а когда идут ответы на вопросы, то я зависаю реже. Понимаете, когда работаешь в потоке, то происходит зависание, тут куда-то нельзя убрать. Когда планируем ли ехать в Карпаты, и сейчас у нас все заказано, дай бог, что мы найдем способ, как туда добраться, но сейчас у нас все заказано, эта дата стоит с 15 июля, это каждый год. 15, 16, 18, 18, 19. Получается, с 15 по 19 июля у нас сейчас стоит мистерия. Это 5 дней. Девчонки, я уже потеряла вашу нить, вы про какую-то коммуникацию говорите, и про манипуляцию, а я эту нить утеряла. Огонь. А сегодняшний эфир суперовый, благодарю. Благодарю, Виктория. Ну, видите, они всегда разные. Эфир, как всегда, мощный, познавательный, рада, что познакомилась с тобой полгода назад. Благодарю за твою работу и знание. Благодарю, Галина. Мои питания с волосами связаны с огрествием, ведь чутьяще с силой я срублю комусь погано. Может быть, потому что, Ян, смотри, сила – это одно и то же. Сила – это одно и то же. Сила может быть созидательной, сила может быть разрушительной. Да? И когда ты чувствуешь, что в тебе много непрожитой, неотреагированной агрессии, когда ты это чувствуешь, то ты ее сама боишься и пугаешься. То есть, таким образом, ты не только себя лишаешь, да, то есть, ты запечатываешь себе агрессию, но и запечатываешь силу. Агрессия – это же огонь, это энергия жизни, это солнце. И если ты боишься своего гнева, то ты будешь бояться, для тебя сила ассоциируется с гневом. То есть, ты либо в слабости, в жертве, либо, если ты входишь в силу, то это только гнев. И тогда, если мы говорим, Яна, прояви свою силу, для тебя это равно проявить агрессию, ты этого пугаешься и начинаешь как-то это блокировать. То есть, у тебя есть либо гнев – это сила, да, вот какой-то такой образ откуда-то, откуда он, что гнев – это сила, агрессия – это сила, а все остальное, если не проявлять силу, если не проявлять силу, не проявлять агрессию, это значит состояние жертвы. И вот тебя колбасит. Наташа отвечала, как убрать ритуал крещения. Ну, если надо, если надо сильно пересмотреть это видео, отвечала, то есть, либо есть специальные ритуалы, либо силой намерения, выходом из этого и вхождением в другое. То есть, например, состояние соединения с источником, с Богом-богиней и небом и землей, то есть через ритуалы, через соединение со стихиями, либо есть ритуалы специальные. Ну, тебя же туда вводили. Ритуалом, значит, выходить сильнее всего тоже ритуалом. Женщину, которую кессерили, какие ритуалы, разродиться, то, что я говорю, это, ну, часто случается во время диармаринга, когда я делала женщинам, случалось это. Иногда случалось, когда женщины сами себе это делают. То есть, это работа с йони, вагиной, с шейкой матки. Там рано или поздно находятся те точки, нажимая на которые, женщина входит в состояние родов. Цены в Карпатах и условия. Ребят, я не знаю, наверное, Лена меня не слушает, где можно посмотреть цены и условия. Они должны быть у нас на Фейсбуке. Ир, напиши мне, пожалуйста, в личку. Я попрошу ребят, чтобы они тебе выслали. Хорошо? Сейчас такая информация, что мы еще не запускали его сбор, но уже начинаем скоро. А, это мне отвечали про манипуляцию. Говорят, если выброшу потенциальную жертву со своего пространства и не буду тираном, то буду манипулятором. Ну, это смотря как выбросить, знаешь, то есть, если выбрасывать, потом подбирать, как бы это ни звучало жестко, выбрасывать, потом опять подбирать, то это еще хуже, да. А во-вторых, слушай, ну, ты одну выбросишь, ты другую найдешь. Потому что у тебя есть в этом потребность. Это та схема, по которой ты привыкла жить, это другому ты не знаешь. Понимаешь? То есть, жертве обязательно нужно, чтобы ее кто-то тиранил. Да, тирану то же самое нужно, чтобы он тиранил, его тиранили, там и так далее. Это внутренняя потребность, это склонность к созависимым отношениям. Она, опять же, тянется из семьи. Мы по-другому не знаем как, по-другому нас пугает, по-другому нам может быть скучно и неинтересно. Это с одной стороны ранит, но с другой стороны это по принципу мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус. Понимаешь? То есть, мы, если у нас есть травма, то как бы нам от нее не было фиговенько, мы будем ее провоцировать, пока не заметим, что она есть, что это травма, какая она, откуда она, и мы начнем из нее выходить. Это, вы не замечали, что это может быть боль, ну, почему в отношениях, где вас не ценят, например, или вам изменяют, или вас не уважают, или вас подавляют, вы не задавали себе вопрос, почему вы находите кучу причин и отмазок, чтобы в них оставаться? Потому что есть внутренняя потребность проигрывать травмы. И если вы уйдете из этих отношений, и тут к вам придет человек, который будет вас на руках носить, ценить, уважать и так далее, вы на нему посмотрите и скажете, ну, типа, что-то с ним не то, странный какой-то, неинтересный какой-то, в смысле, меня любить. Придурок, что ли? Меня как бы мочить, а пострадать, а доза пострадания, а драма, а потребность в драме? Я же все равно буду ее откуда-то высасывать, в драму, потому что у меня есть в ней потребность. Зачем? Хороший вопрос. У каждого свой ответ. Надо смотреть. Сейчас попробую понять вопрос твоего, Вика. А я зачинала, рождала дочку, и она живет в одном месте. Я сделала это осознанно, чтобы у моей дочки было место силы на земле. Теперь моя мама хочет, чтобы мы оттуда уехали. Это ее квартира. Моей дочери 9 лет. Нужно ли уезжать? Я внутри чувствую большое сопротивление. Если это квартира, то где место силы? Место силы – это должна быть какая-то природа. Место силы – это должна быть какая-то природа. Ну, то есть это место силы, это не квартира. Если это квартира, то в чем место силы? Во-первых. Во-вторых, смотри, Вик, если у этого места есть хозяин, хозяйка, и они не дают благословения, то там все равно силы нет. Понимаешь? Если я правильно поняла твой вопрос. То есть если там есть владелица, хозяйка и хозяин, то есть тот, кто покрывает это своей юбкой земли, то есть, да, и они не дают на это благословение, на присутствие, там все равно отрезаны от силы. Это во-первых. А во-вторых, квартира – это не место силы. Место силы является что-то на природе, на земле. То, что я сказала про силу в виде агрессии, образ папы пришел. Папа проявлял свою силу через агрессию, по-другому не умел. Вот и я ловлю себя, что для меня сила – это агрессия. Вот. И более того, Ань, а теперь поймай себя еще на другом, что если для тебя сила – это агрессия, то теперь, внимание, вопрос. Каждая типа женщина хочет типа сильного мужчину. И вот если для женщины сила ассоциируется исключительно с агрессией или с агрессией отца, то женщина будет привлекать изначально либо слабых мужчин, либо инфантов, то есть мужчина в роли ребенка, в состоянии травмированного ребенка, либо она его будет кастрировать. Для чего? Ну, чтобы он был безопасным. Она явно в мозгах хочет, как все, сильного мужчину и страдает, что у нее какие-то не те, но сильного мужчину она делает безопасным. Мужчина без яиц он безопасен. То есть мужчина без яиц, значит, с малым количеством огня, тестостерона, посмотрите, у нас здесь есть запись уровня мужской силы и женской на страничке в фейсбуке. То же самое будет происходить и во время секса. То есть это же сила, и тело вагины начинает пугаться, зажиматься, закрываться. Тогда нужно над папой идти работать. А вот. Прохожу детокс по твоей программе. У меня ощущение, что в голове тоже стало просветляться. Сознаю свои чувства, чувства других людей. И это знание такое спокойное. Оно просто идет. Ты говорила, что через тело сознание быстрее. Это оно? Да. Да. То есть выходят эмоции и приходит вот это ясновидение, яснознание. И в нем нужно быть, и его нужно наблюдать. Через тело быстрее вскрываются и травмы, и эмоции подавленные, и быстрее сознание происходит. Ну, если это делать осознанно. То есть если наблюдать, что поднимается, что выходит, что с тобой происходит. Сейчас я еще посмотрю. Ты же пишешь, что ты свои чувства осознаешь. Ну, не, подожди, сейчас я на тебя настраиваюсь. То есть это оно частично. А теперь попробуй сейчас меня прочувствовать, как оно будет тебя резонировать. Просто вот попробуй не думать, а почувствовать. Смотри, поднимаются чувства. поднимаются чувства. И ты начинаешь их рационализировать. Я сейчас говорю то, что я вижу по тебе сейчас, а ты мне потом скажешь, оно не оно, так ли не так. Поднимаются чувства, и ты начинаешь их как бы обсасывать со всех сторон. Ты начинаешь их рационализировать, да, осознавать, типа продумывать. И тогда они становятся понятными, разложенными по полочкам. Они становятся спокойными. И ты не входишь в их проживание. И таким образом они могут блокироваться. То есть такие срабатывают рационализации, защиты, и когда становится все ровно, тихо и спокойно, как будто бы все понятно, но на уровне тела не происходит освобождение, потому что ты не входишь в проживание этих чувств. Ты их объясняешь, обдумываешь, там, обсасываешься со всех сторон и рационализируешь мозгами. Мне кажется, что сейчас настраиваясь на твой процесс, на твое тело, ты видишь больше работу ума. И тогда ты как будто все себе объясняешь, по полочкам раскладываешь, и все, и защитилось, и все как бы ровненько и спокойно. А если их не рационализировать, а в них нырять, нырять в них, проживать их, чувствовать и префиксировать, отреагировать их телом. Одной частью себя проживать, это, другой частью себя, взрослой частью, наблюдать, что происходит, осознавать, что происходит, осознавать, что конкретно ты проживаешь и как бы выводить себя отсюда. Как тебе то, что я вам говорю, это то, что вот я сейчас настроилась, я у тебя увидела. Мне они как подавленные, как понятые, срационализированные, не прожитые. То есть, если я травму жертвы-тирана исцелю, ага, думаешь, это так прям быстро, то потенциальные жертвы ко мне приставать не будут. То есть, они не будут, но там другая тема, они могут пристать к тебе, но они тебе не интересны, и ты как бы от них, ты не идешь с ними, в контакт. Просто тогда тебе жертвы, ты их, во-первых, начнешь видеть, замечать, и жертвы-тиранов и сваливаются оттуда. Виктория, я думаю, что не стоит привязываться к этому. Это не то место силы. Можно спокойно ее менять. Тем более, если мама имеет власть энергетическую на это место, и она против, то это только хуже моей дочке. Я думаю, что стоит отпускать. так, если у меня нет отношений с отцом, как мне прорабатывать? Теми же способами у тебя есть внутренний родитель, у тебя есть внутренний мужчина и женщина, есть внутренняя мама и папа через тебя, через взращивание того отца, которого ты хотела иметь в себе и в своем отношении к своему внутреннему ребенку. То есть, ты должна, во-первых, стать тем отцом для себя, которым нуждается твой ребенок, нуждался. Надо определить, в чем нуждался. Второй момент. Через других мужчин. Находишь себе мужчину, понимаешь, что это не мужчина как таковой, а что у тебя на него перенос отца и об него долечиваешься. Вот. То есть, добираешь, находишь того мужчину, который может дать твоей деточке то, что не дал отец. И добираешь. Через психотерапевта и добираешь. Через ретриты, практиках добаюки, монетам разных и добираешь. То есть, ну и все равно и на протяжении жизни ты все равно делаешь это через своего так же внутреннего отца. Ты сама сейчас для себя родитель. Самое интересное, что мы повторяем то, что делали с нами родители. Мы для себя такие же строгие или там отвергающие, холодные, может быть, родители. Нам, чтобы исцелить детскую тему, нужно с других родителей в себе создать. Нет, Ир, тебе не надо, когда говорится проработай отношения с отцом, тебе не надо идти к физическому отцу и что-то с ним прорабатывать. проработать отношения с отцом это понять, в чем ты нуждалась и добрать это через твоего внутреннего отца или через других мужчин, но осознанно. Женщины добирают от мужчин неосознанно. Она считает, что он ее муж, а на самом деле она его юзает как отца. А если осознавать, кого я в нем вижу и как я сейчас об него лечусь, то это происходит осознанное исцеление. Понимаешь? Тебе не нужен для этого отец. Также поднять все более обиды, это тоже называется проработать отношения с отцом, и прожить, высказать вслух неконкретному человеку. Понимаешь? То есть проработать отношения с отцом он вообще не имеет ничего общего. Даже если бы он был, ходить к нему, что ты от него возьмешь? Ты все равно от него ничего не изменишь. Так. Хочется защититься от того, что ты говоришь. Вот, самое сердце, проживать свои чувства, нырять в них, что это такое? Скажем так, технически, словами, это практически объяснить невозможно. мы будем на следующий, вот уже все, вот в этот уже следующий понедельник у нас будет телекласс. Если ты в телеклассе, давай мы там с тобой поработаем, то есть вызовись там на работу, скажи, что ты хочешь, давай мы с тобой там поработаем. Это значит, что в моменте, когда поднимается чувство, ты пытаешься понять, что это за чувство, как-то его назвать прям вслух, чтобы мозг тоже понял, чтобы мозг тоже понял. И вот концентрировать все свое стопроцентное внимание на том, что ты чувствуешь. Для начала, очень часто, когда нет привычки концентрировать чувства, есть запрет их блокировка, сначала нужно заходить через тело, что физически чувствует твое тело, например, где-то боль, где-то почесалось, где-то давление, и сначала ты уходишь всеми своими органами, чувств, всем вниманием, физические ощущения в теле, чувствуешь, смотришь, наблюдаешь, дышишь туда, и пытаешься понять, задаешься этот вопрос, когда я чувствую вот это в теле физически, какие у меня за этим поднимаются при этом физическом ощущении, какие у меня поднимаются эмоции или чувства. Это, может быть, не сразу даже будет приходить ответ, но вот так тренируется соединенность ума, тела и чувств. И потом ты их, ну вот, когда ты злишься, ты позволяешь себе отреагировать зло. Ты злишься. Когда ты злишься, что тебе хочется делать? Орать, прыгать, не знаю, там, бегать, лечь, делаешь это. Вот это проживаешь, то есть даешь тело это отреагировать. Когда тебе печально, тебе, может быть, хочется плакать, ты сердечно даешь свободу этому, плачешь, рыдаешь и так далее. По чуть-чуть, постепенно. То есть это, это не быстрый процесс. Надо по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, потому что у тебя, видишь, хочется защититься от того, что я говорю, потому что у тебя очень сильный защитный механизм выработан, видимо, был на чувства так безопаснее. Когда-то, видимо, было так невыносимо, их чувствовать, что ум выработал защитный механизм заморозка, заморозка чувств. И тогда очень-очень в таких случаях становится очень мощным ум, контроль, рационализация, все понятно, все четко, все логически, как бы все, все поняла, информация усвоилась, а ничего не меняется. И когда начинаешь в них идти, смотри, как ум говорит, куда? Защищайся, закрывайся, оно тебе надо, ты же когда-то чуть от этого не умерла, закрывайся. И ум сразу же начинает рационализировать и становится все ровно. Ну, я думаю, в это нужно идти, нужно идти медленно и постепенно. Просто сейчас важно, чтобы ты это увидела и поняла, то, что я тебе говорю. Видишь, хочется защищаться от того, что я говорю, там же есть какое-то чувство за этим, Попробуй его сейчас почувствовать, попробуй остаться в нем, попробуй дышать, выдыхать его из себя. Хочется защититься от действия. Почему хочется защититься? Потому что там есть чувство страха, которое ты не замечаешь. Вот попробуй его сейчас заметить и остаться в нем и выдыхать его. Вот так, любимые, мы проживаем на детоксе, плюс-минус, да, только там мы идем в работу. Вот эти состояния, то есть, казалось бы, мы чистим тело, мы гоним паразитов, а поднимаются боль, травмы, чувства, эмоции, и очень важно с ними работать. Работать через проживание, через осознание, через тело, через ритуалы, через дыхание, через все-все-все-все-все. И вот это то, что мы 4 месяца будем колбаситься. Поэтому, если вы хотите к нам еще присоединиться, еще, еще, люди только входят в очистку, поэтому у вас есть возможность сейчас прыгнуть в этот поезд и тоже начать очистку. Прошел только один эфир, где вы можете еще включиться. Или же, если совсем никак-никак по каким-то причинам, то я советую идти в бытовокс. Если совсем никак, тогда в интенсив. Но куда-то идти надо, чтобы мы с вами поработали. И чтобы интенсив, мы там не будем прорабатываться. В детоксе я прорабатываю через комментарии, через эфиры, телеклассы. В интенсиве не будет проработать. В интенсиве я буду выдавать инструменты, техники, ритуалы, массажи, рецепты, очистки. И потом вы будете дома с этим работать. Поэтому выбирайте, куда вам идти, ссылочки есть. Для начала, Людочка, я тебе закину вопрос, а ты думай все эти дни. Тебе нужно понять, какая выгода в поем состоянии жертвы или тирана. То есть нужно понять выгоду быть в этой роли. Это всегда выгода. Запомни это. Вот это будет твой первый шаг на выход. Да, Ян, неощущение дома это детство. Дом это дом родительский. И тогда нужно смотреть, что ты, какие у тебя ассоциации с домом родительским. Это опасно, это безопасно, это страшно, это холодно, это тепло, это любовь, это принятие, это унижение, отвержение. То есть нет ощущения дома, это закладывается до пяти лет. Я тебе уже говорила, любимая, что тебе надо идти в ретриты по детству. То есть в упрощенной версии это в сентябре будет скорее всего родительские травмы, родители верните мне меня по детским травмам, но самое сильное взрывное, куда я советовала бы тебе, как и всем, кто хочет начинать, это FMH, Female Male Healing, живой десятидневный ретрит каждый ноябрь. Там начинаем грестись с довербальных травм и до сегодняшнего дня по всем сферам жизни. Я тебе уже говорила, тебе туда прямая дорога. Ты сама с этим практически нельзя с этим справиться, ты в травме. Будучи внутри травмы, нельзя из нее выйти. Это невозможно. Даже я этого не делаю. Я у меня вроде как уровень рефлексии ничего так, но я не справляюсь сама. Хорошо, любимая, надо завершать. Как ты нас терпишь? Да я вас люблю. А то, что спрашивать одно и то же, это конечно да. Ну, это говорит о том, что всему свое время, значит, в какой-то момент информация не воспринимается. Или может быть, ее нужно перефразировать. Не свою жизнь проживаю, гоню эти мысли, но чувствую, все равно есть. Ир, может быть, может быть. То есть, если ты не чувствуешь себя, свои внутренние желания и потребности, то, когда выходишь на уровень осознанности, хотя бы какой-то, вот, уже начинаешь себя понимать, чувствовать, понимаешь, что что-то не то, движетесь. Потому, что ты отрезанная от своих чувств, ты не слышишь, возможно, и тогда кажется, что ты не понимаешь, что такое твоя жизнь и как ее жить, а ты живешь по принципу «я знаю», «я знаю, как хорошо», «я знаю, как правильно», «но это не то, что я хочу», «это не мой путь». И тогда это соединенность с тобой, со своей душой. Любимая, я очень благодарю вас за сегодняшний эфир, за то, что вы задавали вопросы, за то, что вы активны, мне очень нравится такой формат ответа на вопросы, потому, что он получается очень разнообразным и полезным. Но, опять-таки, иногда я буду делать и тематические, то, что я хочу донести, то, что мне кажется важно узнать, ну, и буду делать ответы на вопросы. Вот. Присоединяйтесь к нам, ну, в работу, потому, что, вы же понимаете, в прямых эфирах поработать невозможно. Я работаю сейчас с вами, я корректирую ваше состояние, я настраиваюсь на то, из какого вы состояния души мне сейчас задаете свои вопросы и корректирую ваше состояние даже сейчас на расстоянии, да. Но, это вот то, что максимально можно сделать в открытом эфире, да, но, как бы, работа, глубинная работа, это немножко другое. Вот. Самая глубинная работа это живые тренинги и ретриты. Достаточно глубинная работа это онлайн тренинги, там мы делаем то, что возможно сделать по максимуму, да. Есть работа, которую нельзя делать в онлайне, для этого существуют только живые ретриты. то, что можно делать в онлайне и дает результаты, я делаю в онлайне. Поэтому присоединяйтесь, сейчас вот эта программа 4-4 месяца, ну, то, что касается, в первую очередь, здоровья и сексуальности, да. Ну, и видите, там у людей много чего поднимается, соответственно, мы пытаемся с этим работать и осознавать. если совсем никак, приходите в интенсив, у вас хотя бы инструменты будут, то есть там не будет глубокой проработки два дня, два вечера, но будут у вас инструменты, питание, рецепты, массажи, самодиарморинг, матки, груди, чистый кишечник и почек, антипаразитарка и так далее, хотя бы будут рецепты. Интенсив, это как бы выдернутая часть из детокса, то, что просили, чисто по женской части, чисто по женственности и сексуальности по женскому здоровью, это то, что я достала такую вытяжку из детокса, потому что все, что могу в эфирах, я делаю, невозможно все сделать в эфирах, непонятно, сколько людей, кто смотрит, что можно говорить, что нельзя говорить, ну и не поработаешь же так глубоко. Я очень вам благодарна за сегодняшний вечер, за ваше тепло и доверие, за время, которое вы уделяете достаточно много и за ваше доверие мне. Да, благодарю, что даете обратную связь, был ли вам полезен этот эфир, вижу, что многие пишут, что да, будет запись эфира, будет в ютубе и на этой страничке на стене будет. Очень мечтаю попасть на карпатский ретрит, девочка, я тоже мечтаю, что он состоится, несмотря на все, что сейчас происходит, очень мечтаю, место мы забронировали, мы планируем, мы собираемся. Главное, найти путь, как выехать. Потому что это важный ретрит, ежегодный, его столько людей ждут, столько людей на него повторно-повторно приходят. Можно детокс проходить, если снижен гемоглобин и дефициты по белкам. Ну и надо смотреть, насколько снижен. Понимаешь? И тогда тебе просто нужно будет, ну, насколько критично, да, то есть, что там с тобой происходит, надо, чтобы ты анкетку заполнила, надо, чтобы ты написала об этом, насколько критично снижен, там, как это тебе, на что это влияет, как это проявляется в твоем здоровье, в твоей жизни. Вот. И тогда нужно будет просто заполнять анкету, писать об этом. Там есть вещи, которые, ну, как бы, мы взаимоисключаем, у кого пониженное давление, там, и так далее. там мы смотрим, кому что, там есть перечень, кому что подходит, кому что не подходит. То есть, напиши в мессендже, как это проявляется, насколько снижен, на что это влияет. Это мне важно понимать. Ну что, родные, благодарю вас. Мне очень с вами хорошо, я очень вас люблю, поэтому щедро всем делюсь, насколько могу. До скорых встреч с кем-то на курсе, с кем-то в интенсиве, с кем-то опять же здесь, в живых эфирах. Очень полезно, чувствую, что двигаясь в нужном направлении, хоть очень нелегко будет. Ну да, Ирочка, тут, как бы, знаешь, ну, нелегко это точно. То есть, это точно не о феечках, не о сказках, не о тренингах для волшебников, то есть, если мы идем в глубину, нам нужно пройти все, что, если мы идем к радости и наслаждению, то нам нужно пройти то, что ее засоряет. Нельзя перепрыгнуть это, нельзя. Если есть то, что засоряет воду родниковую, значит, нужно с этим встретиться, если мы хотим по-настоящему это иметь, а не внушать себе. Если детокс, гемоглобин низкий, если детокс нельзя, человек заболеет просто. Так, ну, вот я же говорю, то есть, смотря, если это серьезно влияет и проявляется, тогда голодание точно, сто процентов нельзя. Вот, но там питание хорошее. В общем, это очень, это нужно индивидуально списываться и смотреть, что там на самом деле. Вот. До скорой встречи. Хорошего вам вечера. И мы с вами будем продолжать эту тему. Спокойной ночи. Завершай. Субтитры сделал DimaTorzok. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.